У вас мы уже проводим третью, а так вот это юбилейная вторая, причем она попадает опять на 2 августа. Есть здесь кого поздравить, нет сегодня день ВДВ, поэтому, так сказать, я сам, у меня более тысячи прыжков с парашютом, поэтому я могу сказать, что у меня всегда все ближе, это очень вспоминательная такая дата, и сегодня вижу с флагами со всеми, то есть просто это наши ребята. А у нас в команде есть ряд директоров, там Игорь Хальзов, это десантник, офицер, у него там две ходки в Афганистан офицером, и вот этот лозунг «Никто кроме нас», вот сначала он был для десантников, а теперь мы его потихонечку берем на себя, потому что действительно мы сейчас подошли к времени, что никто кроме нас, и только то, что мы делаем, это единственный сегодня вариант по тому, чтобы появился хоть какой-то перспективный план, хоть какой-то перспектива в развитии, хоть то, что сегодня происходит, потому что я же экономист, и все увидели мои вебинары, все выступления, так сказать, которые идут из анализа. И сейчас я могу сказать, что время настолько подошло сжато, и направление, которое оно идет, сегодня, если бы мы не занимались, если бы мы не делали трансляции, если бы мы не ставили те цели и задачи, которые мы ставим, то я бы вот как экономист, как человек, живущий в этой стране, я бы просто не представлял, что может произойти, кроме сценария 1991 года, ликвидации Советского Союза, расчленения и так далее, и так далее, там, вот, несчастье всей страны, там, и так далее, и так далее, то есть что произошло, это не надо объяснять, мы все через это прошли, мы все из Советского Союза, вот, поэтому этот сценарий был бы единственным, и сейчас то, что мы с вами делаем, то, что мы разворачиваемся в эту ситуацию, то, что появляется хоть какая-то альтернатива, это только благодарю, благодаря тому, что мы с вами делаем, и сейчас, так как у нас действительно, вот, как Григорий Михайлович сказал, что начинается ряд событий, которые, вот, я вот полтора года ждал, наверное, как никто другой, потому что, действительно, мы 15 лет назад с Юницким закладывали первый камень на полигоне в озерах, мы запускали первый опытный образец, мы проводили испытания, мы проводили демонстрацию всем, вот, если сейчас взять по уровню, начиная от мэра города, который там был озером губернатором всех практически областей России, не кончая президентом страны, поэтому мы всем показали, мы всем рассказали, чем закончилась у нас эпопея с первым полигоном, что после поддержки тогдашнего президента России, нашего Медведева, вот, соответственно, этот полигон ликвидировали, вот, соответственно, огромная научная работа, полигон в озерах выполнил свою задачу, он дал настолько много научной информации, он дал настолько мощный толчок, который позволяет сегодня выходить на новый уровень, но, с точки зрения, если бы он сейчас находился в живьем, для нас это был бы исторический, для нас это был бы очень важный этап, и, конечно, было очень жалко его терять, и просто даже с исторической точки зрения, что по распоряжению непонятно каких деятелей, скажем так, технология, которая зарождалась, которая меняет весь цивилизационный уклад, она была ликвидирована, она была уничтожена. Ну, это на совести определенных людей, как говорится, бог им судья, у нас все записи, все фотографии, все есть, поэтому, как говорится, все это останется в хронике, но вживую это, к сожалению, сегодня увидеть уже нельзя. Сегодня мы переходим на новый этап. Сегодня мы опять, то есть вот мы с директорами на следующей неделе летим в Минск, то есть как раз опять закладываем первый камень, то есть потом на октябрь у нас намечена установка первой опоры, то есть заклад первого километра, потом уже весной, где-то апрель-май, это уже установка первого натяжения первых струн, и к осени следующего года юнитики уже абсолютно четко гарантируют, что мы проведем первое испытание, демонстрацию и уже перейдем к сертификации, это сентябрь и октябрь следующего года. Поэтому этот год нас ожидает совсем и для меня, потому что, вот чтобы вы понимали мое ощущение, я полтора года вел, рассказывал все о том, что мы делали. Я говорил, друзья, Юницкий 36 лет разрабатывает технологию, разрабатывает интеллектуальную собственность. 15 лет назад уже построено, вот смотрите, вот фотографии, вот хроники, все, мы построили, сделали. 15 лет назад было собрано конструкторское бюро и разработана документация. Сегодня мы опять повторяем этот путь, то есть к маю прошлого года собрали конструкторское бюро, соответственно сделали, это все сделано. Но сразу очень много вопросов, которые задавали вопрос, друзья, почему 36 лет технология развивается и до сих пор ничего не сделано. Я говорю, друзья, но если вот это вы считаете ничего не сделано, то я, мягко говоря, с этим не соглашусь. Другое дело, что нет массового применения этой технологии, нет массовой поддержки. И вот этот ключевой как раз вопрос, который сейчас происходит, что, друзья, мы всегда до февраля 2013 года пытались найти у кого-то поддержку. Мы ходили ко всем чиновникам. Трудно сейчас найти кабинеты, которыми там я или Юницкий мы не ходили, у нас в России, в СНГ, в мире. Трудно найти олигарха сегодня, который бы не знал, с кем мы не общались, с кем нет. И сегодня, если посмотреть весь список олигархов, даже доходит до смешного, в прямом эфире два олигарха дерутся, это Полонский следовательно, а мы сидим в Юницкий. И с тем, и с другим у нас были партнерские отношения, и тот другой был партнером нашего проекта. То есть, вы видите, в прямом эфире два партнера наших бывших подрались, понимаете. То есть, это тоже уже, это действительно так. И кабинеты, в которые мы не ходили, то есть, там, председатель Госдумы Грызлов, председатель правительства, президент, ну, кого еще надо назвать, куда надо сходить, чтобы сказать, чтобы была поддержка программы. То есть, понятно, что путь олигархи, с которыми там начинали, делали, и всегда заканчивалась одним и тем же, у любого олигарха, у любого сразу возникает желание, у меня есть деньги, а ты кто есть ученый, у тебя есть идея, она стоит ноль. Если поначалу декларируется, что можно делать какие-то партнерские отношения, то в конечном итоге все равно у всех одна и та же мысль, что это принадлежит мне, а ученый должен стоять у Кульмана. Все. И мы буквально в марте 13-го года провели последние переговоры, вроде показался очень серьезный бизнесмен, очень серьезный, там, за него лично гарантировал, что он честный и порядочный патриарх, там, так сказать, мы начали с ним заключать договора. И первое же, что он сделал, вот при заключении договора, договора поменял условия для того, чтобы полностью поставить в подчинение и Юницкого и сразу всю интеллектуальную собственность подчинить себе. Вот, Юницкий тут же встал и ушел с переговоров, просто прекратил переговоры, хотя уже все компании на счету, этой компанией уже было 50 миллионов долларов для того, чтобы строить первый полигон, строить, так сказать. То есть сразу стало понятно, что человек, который это делает, у него задача сразу это сделать, создать технологию и подчинить ее себе. Вот, а Юницкий не для того работал 36 лет для того, чтобы взять этого вот такого мальчика, вот так вот за одни тяпы. И дальше встал вопрос, что делаем, как делаем, и вот в феврале 2014 года, ну компания создана в октябре 2013 года, потом в декабре только начали работать, а с февраля 2014 года перешли на новый принцип краудинвестинга, на народное финансирование. Вот, и я могу сказать, это новая веха. То есть мы обратились, собственно, и стали работать напрямую с теми, кому эта технология нужна. То есть кто является потребителем. То есть 99% людей в нашей стране за рубежом, она нуждается в этой технологии, она нужна. То есть сегодня мы ездим в пробках, которые стоим часами, мы дышим этими газами, мы бензинов сжигаем миллиарды тонн, выкидываем его, мы экологию свою портим и так далее, и так далее, и так далее. 99% говорим, а не 100%, потому что у 1,1% у них так все хорошо, они не ездят на этих автомобилях, они не едят эти продукты, они не пьют эту воду, не дышат этим воздухом, у них в принципе все нормально. Поэтому, но ситуация возникает там, что у них этих проблем нет, а почему-то решение наших проблем зависит от них. И мы каждый раз к ним ходим и просим, что давайте решать транспортную проблему. А у них, если в Москве или мигалка, или вертолет, ну ему не важно, что вся Москва стоит в пробках по 5 часов. Ну и что? Они в пробках не стоят. А получается, что мы ходим и просим. И Хабибий Юницкий сказал такой вопрос, жизни не хватит и ни одной, и ни две, чтобы достучаться и сделать, и сказать, что им это надо. И поэтому это не какой-то вопрос там риторический, все просто возник вопрос, а почему не обратиться и не пойти напрямую к тем, кому это надо? Другое дело, что мы этого не знали как. То есть ни я, ни Юницкий, то есть мы никогда этим не занимались. И здесь произошло абсолютно случайное стечение обстоятельств, что, по-моему, в 2011 или в 2012 году, Арман, ты когда Фреско приезжал в Санкт-Петербург? В 2012 году. В 2012 году. То есть наши сегодняшние партнеры, директора, это Ирина Волкова и Лариса Артамонова, это из Санкт-Петербурга, у них Академия Макросознания, такая интересная, они по-другому смотрят на мир, по-другому делают. И вот они привезли Жака Фреско, это не знаю, кто слышал, кто не слышал. Это интересный такой футурист, пацифист, он принимаемый, он входит ему сейчас за 90 лет, его принимают за честь, считают любые президенты любых стран. Он такой футуролог, который показывает, каким должно быть человечество, куда оно должно прийти, у него есть проект Венера. И чтобы было интересно, в нашем, скажем, сегодняшнем бизнесе, когда он запустил проект Венера, вывел его в интернет, у него за год было более трех миллиардов просмотров его программы. То есть больше, наверное, интереса кому что-либо, кто-либо делал в интернете никогда не было. И вот Ирина с Ларисой, они привезли его в Санкт-Петербург, собрали большую конференцию на 2000 человек. И там получилось так, что очень молодой, интересный, талантливый парень, Серега Семенов, он увидел, и он был до этого знаком с Юницким. И у него возник вопрос, а почему бы сегодня нам не взять проект Юницкого, то есть проект струнных дорог, и не выпустить на такую же орбиту, и не придать ему такой же ответ. Ведь все же, в принципе, мы делаем то же самое. То есть единственное, что Жак Фреско сам говорит, что когда к нему пришли инвесторы после этой конференции, наши русские парни с деньгами говорят, слушай, мы готовы, платите деньги, вот у нас есть земля, все, вот давай начнем строить. Мы готовы тебе дать, мы верим в твою идею, нам денег не жалко, давайте начнем строить. Он говорит, нет, друзья, это нельзя, это надо делать только по всей земле одновременно. То есть, ну понятно, что это утопическая идея, это все, что ты футуролог, специфист, так сказать, но реализовать это нельзя. То есть, в принципе, идея нереализуемая. А Семенов увидел все вопросы, а почему нереализуемые? Все есть технологии, есть все, давайте начнем строить прямо завтра. Все готово. И вот он от Ларисы все приехал к Семенову, приехал к Юницкому и начал говорить, что давайте сделаем систему народного привлечения инвестиций. И я знаю, как это делать, потому что у него был определенный опыт, он работал в структуре, там, много, там, нескольких-нескольких, там, одно из МММ, вот, 11 пирамиды, там, еще, так сказать, это, то есть, все это, он знал механизм, вот. И Юницкий долго принимал решение, мы с ним обсуждали этот вопрос. Я сразу могу сказать, что я поначалу не поддержал эту идею, потому что я понимал, что сразу будет ярлык финансовой пирамиды, сразу будет ярлык аферистов, и такой проект по сложности, который так сложный с точки зрения интеллектуального восприятия, с точки зрения практической реализации, а если он еще будет применяться с помощью сетевого маркетинга, то это вообще делает проект практически нереализуемым. Вот, но, тем не менее, Юницкий принял это решение, он пошел, и сейчас, опуская, там, некоторые, я вот сейчас могу, подводя итоги, вот сейчас мы с вами чуть-чуть подведем итоги за этот год, я могу сказать, что никакого другого пути не было, это единственно правильное решение, и я могу сказать, что сегодня мы реализуем этот проект только потому, что мы пошли по этому пути. Любой другой путь он бы вел в никуда. То есть мы никогда бы не сделали то, что мы сегодня сделали. Люди в офис приносить деньги, причем поначалу вообще даже без всяких расписок на честном слове, что вы берите, потом нам дадите какие-то сертификаты, потом начали вводить какую-то кривую схему оплаты через это, потому что мы-то сами не знали, что, как поначалу делать. И у Сергея хоть и был определенный опыт, но как выстроить систему тоже не мы. Но, тем не менее, пошли, начали делать, сделали юридическую схему, сделали юридическую защиту, узаконили интеллектуальную собственность, то есть заставили британское право признать интеллектуальную собственность на 400 миллиардов долларов. Это был уникальный момент, когда они признали, оплатили акции, эмиссию акций. То есть это, наверное, Арман, не соврать, наверное, единственный случай за историю вообще всей британской экономики за тысячу лет, когда оплатили уставной капитал, эмиссию акциями. То есть когда они признали, что она есть, признали, что она является собственностью и признали, что можно оплатить уставной капитал. Вот, мы начали работать, начали совершенствовать, начали вести нашу образовательную программу. И в марте прошлого года, через три месяца, как мы вышли, мы начали, провели первую конференцию. Вот, для нас это, вот, лично для меня, для Юницкого, для компании, для проекта, это знаковое событие, потому что в марте месяце прошлого года приехали, собственно, те люди, которые услышали о проекте, которые сразу вокруг него собрались. И это сегодня костяк команды, которая есть. И вот сегодня вот Ольга здесь, Женкина, Арман, Леша, Андрей Хавратов будет выступать сегодня. Это те, кто приехали на первую мартовскую конференцию. Вот, я тоже тут рассказывал вчера, что для меня это была конференция абсолютно... Я провел за 15 лет тысячи лекций. То есть я провел, реально, и лекции у меня были аудитории по 6 тысяч человек. То есть я в разных, которые абсолютно отрицательно настроенная аудитория. Потом, которые были очень... То есть разные аудитории. Вот. Потом начали вести в интернете. Но вот эта конференция лично для меня была очень сложная, потому что я не знал, кто из людей придет. Я не знал, как настроены. Я не знал, как... Когда я вышел в зал, я увидел людей. Я не знаю, там был кто-то на первой мартовской конференции. Есть участники? Нет? Ну, только, наверное, из наших ребят, кто пришел. И когда мы все это увидели, сделали, то есть и сразу стало понятно, то есть дальше все было очень здорово, провели очень такую хорошую конференцию. Ну, имеется в виду, что по именно объединению задач, целей, к чему выходить. И с этого момента пошел новый этап развития. Во-первых, по объему инвестиций. И после этой конференции я могу сразу сказать, что по объему инвестиций мы получили денег больше, чем мы с Юницким смогли привлечь за предыдущие пять лет. Поэтому это сразу был скачок. Потом у нас все пошло геометрический проект. Ну, там сразу шло два процесса. Мы совершенствовали юридическую схему, совершенствовали финансовую схему, совершенствовали нашу систему вебинаров. Потому что первые вебинары, ребята помнят, в таком окошечке на 23 человека мы с Юницким вещали. Потом это все стало развиваться, делаться, и стали подключаться все более и более серьезные, интересные, талантливые, молодые ребята, и не только молодые. То есть к нам пришло очень много людей, которые... И этот процесс пошел. И дальше мы вышли на следующую схему, когда надо было менять и разделять конструкторское бюро. То есть когда переехали уже сначала в Литву, у нас история была такая, что нас позвали в Литву под очень интересное обещание и гарантии, но все это закончилось из-за конфликта у того, что сейчас идет русофобия. То есть закончилось тем, что Юницкого обвинили российским шпионом, арестовали счета, завели уголовные дела. Пришлось срочно из Литвы уезжать. Но это, как говорится, все, что не делается, все к лучшему, потому что следующий этап было приглашение с Белоруссией. Сегодня в Белоруссии конструкторское бюро, оно тоже по двум причинам именно в Белоруссии. Первое, что там сохранилась инженерная школа, удалось собрать экстра таких специалистов, которые могут выполнять такую сложную техническую задачу. В Москве мы эту задачу выполнить не смогли. В Европе эту задачу выполнить не смогли. То есть в Европе сразу была четко поставлена задача аутсорсинга. То есть нам надо было заказывать инженерную работу, и ее определенные коллективы выполняли. Но для этого надо было раскрывать интеллектуальную собственность, чего на сегодняшний момент делать нельзя. Потому что ноу-хау, то, что сегодня делается, это основная вещь, которая будет капитализирована. Потому что то, что мы делаем, еще пока никто не понимает и не верят, что можно это сделать. И это единственное наше сегодня, ну скажем так, преимущество. Потому что когда это станет очевидно всем, вот, сюда придут миллионы инвесторов и огромное количество денег. Но для нас уже, которые пришли на первом этапе, это как раз будет капитализация тех инвестиций, которые прошли. Для нас будет очень хорошее время. Так вот, в Беларуси смогли собрать такой коллектив. В Беларуси есть полная поддержка президента, от администрации президента, от правительства. В общем-то, белорусы сейчас дают очень хороший такой инвестиционный климат, поэтому начали делать в Беларуси, сейчас там полигон, и подошли к строительству. То есть это новый этап. И тот, кто понимает, что такое строительство, что такое инновация, что это технология, мы говорим, раз мы начинаем строительство первых опор, первых трасс, значит, проведена вся инженерная работа, то есть собран коллектив, он работает, он спроектировал то, что надо строить, потому что строить без чертежей, как вы понимаете, невозможно. Раз приступили к строительству, значит, эти чертежи сделали. В строительстве здесь каждый блок уникален, то есть нельзя взять ни один стандартный блок. Значит, все эти блоки заново, точнее, новые спроектированы. Второй раз начинается строительство, значит, они заказаны на производстве, значит, закуплен, поставлен металл, бетон, значит, это изготовлено, и это начинается уже, то есть вся вот эта подготовительная работа, подводная работа, которая проведена, огромная работа за этот год, она начинает выходить на роль. И у меня даже из-за очень близких мне людей, которые довольно-таки крупные акционеры, там, на сотни тысяч фунтов, которые вошли в проект, у нас тоже довольно-таки сложные разговоры, и вот буквально там на прошлой неделе мне вот один такой акционер начинает говорить, ну почему вот у вас год ничего не делается? Вот, и он инвестировал после июльской конференции в прошлом году, когда он приехал, познакомился, в Минске мы проводили конференцию, после этого сначала там на 10 тысяч фунтов вошел, потом на 100 тысяч фунтов, потом еще инвестировал, то есть он такой состоятельный человек. Но когда он, смотря вебинары и делает, говорит, понимаете, вы говорите, вы делаете, вы закладываете, а где гарантия, что вы не наняли три таджика, которые вам копают яму, и, соответственно, изображаете, что происходит. Вот, поэтому, естественно, что это, ну, не то, что справедливо, и такие замечания будут всегда, и уйти от этих замечаний невозможно. И я это понимал, и юницкий это понимал с самого начала. И поэтому вот этот год, который мы прошли, то есть когда создавали КБ, создавали документацию, заказывали производ, потом оформляли землю, готовили, мы понимали, насколько сложный процесс сейчас идет, потому что действительно кажется, что мы что-то изображаем и делаем, а при этом средства собираются и куда-то инвестируются. И объяснять о том, что 150 конструкторов, это надо платить каждый месяц зарплату, это 150, причем это конструкторов экстра-класса, которые могут уйти в любое, то есть мы их переманивали там и с МАЗа, и с тракторного завода, и с военного завода автомобильного, там некоторые приехали из-за границы работать, то есть специалисты такого класса сегодня, которые умеют работать в современных программах, там в Автокаде, еще тут, причем там программные комплексы, чтобы было понятно, на которых работают, там один комплекс может стоить до 50 тысяч евро, программный комплекс, потому что нельзя брать, ну, те, кто понимает, с программами, нельзя брать паленые программы, потому что в противном случае это невозможно будет запатентовать, потому что очень жестко проверяется, что если при проектировании используются левые программы, ворованные, то вы это никогда не запатентуете, потому что интеллектуальная собственность создана на ворованной интеллектуальной собственности, а проверяется программа, официально, легально она куплена или нет, очень легко, правильно? как бы это собственность по всему миру то эти вопросы надо учитывать и вот чтобы создать одно такое рабочее место там есть конструктора у которых настолько сложные комплексы программы которые стоят по 100 тысяч евро и объяснять это всем можно только тем кто понимает о чем идет речь и какая собственном цели задача стоит и когда мы говорим что это делается это кто в принципе кто верит на слово ну хорошо все остальные говорят ну что вы это говорить а вы это не делаете и мы четко понимали единственная мера единственная наша отчетность то что будет это строительство полигона и поэтому я там с каждым там него все постоянному клинику ну когда начнется строительство и причем вот я четко могу понять что то что мы делали в озерах 15 лет назад от принятия решения строительства когда очень здорово помог александр иван шляпить он приехал посмотрел просто вызвал своего финансиста и мы через три дня получили 500 тысяч долларов на счет в три дня все эти решения принял посмотрел вот я с ним самолете просто случайно попал летел рассказал о проекте он грецёй и с этих денег вот началась эпопея 2001 года потом подключился инвестиционный фонд газпрома в общей сложности было инвестировано 25 миллионов долларов и вот был построен вот этот полигон который мы видели там зил на колесах это экспериментальная лаборатория на который изучили посмотрели и с этого момента вся инженерная школа все инженеры которые скептики говорили что путевая структура весом меньше 100 килограмм может выдерживать подвижной состав весом 16 тонн мы ответили на эти вопросы все и у этого стенда у этого испытательного полигона была только одна задача показать что вся струнная теория юницкого она существует это показали сделали продемонстрировать так вот от принятия решений до запуска проекта до запуска испытания и демонстрации прошло 9 месяцев за 9 месяцев собрали инженерный коллектив спроектировали сделали все но там была задача совсем другая что то что сейчас тоже один из споров вот с этим крупным акционером он говорил но зачем вы сразу замахиваетесь на три вида технологии почему вы сразу делаете такие такой подвижной состав мы показали бы вот вот что нибудь там натянули бы все и дальше вы пришли бы деньги и соответственно делали бы дальше но сейчас так как бы мы капитализировали чтобы мы тогда с вами делаем задача в озерах было продемонстрировать показать это научный стенд это научный эксперимент если говорить историческими аналогиями это самолет братьев рай которые показали что аппарат тяжелее воздуха может летать все они пролетели всего 43 секунды вот но весь научный мир увидел что это существует и это летает а знаете чем интересен самолет братьев рай то есть точки зрения исторических что ровно три года за этого в 1899 году британская королевская академия наук сделала официальное заключение что при существующих двигателях внутреннего сгорания при существующих планерах подъемной силы который жуковский к тому времени уже рассчитал аппараты тяжелее воздуха ближайшие 50 лет созданы не буду то есть это заключение официально академии зайдите на сайт ну в гокипедию посмотрите и ровно через три года 14 декабря 1903 года братья рай поднимают самолет все то есть это как раз то как развивается ну еще есть такая интересная но это что патентное ведомство сша в 1899 году руководитель патентного ведомства сша написал официальное обращение к президенту в конгресс о том что исходя из того что наконец восемь девятнадцатого века все основные открытия на ближайшие 50 лет сделаны предлагаю закрыть патентное ведомство сша это тоже исторический документ историческая как не вещь и мы думаем а интересно после 1900 года что-нибудь было еще изобретено и запатентов нет поэтому это тот момент как как все идет как как идет взаимоотношения с научным миром как идет вот и соответственно когда вот этот полигон начинается с чего почему для меня там закладка первого камня начало строительства это новый этап это действительно исторически важный там какие угодно слов значит дальше каждую неделю с вами будем видеть как идет строительство как эти движения мы сейчас уже определяем веки закладка первого камня вот на следующей неделе в октябре мы делаем специальную программу что наши активные участники кто работает все мы пригласим обязательно все активистов те кто активно работает те кто хочет в этом участвовать приехать на уже установку первой опоры это будет существенно это то есть это тоже не потом у нас когда начнутся уже натяжение первого мы тоже обязательно туда будем приглашать людей потом вообще мы делаем систему чтобы каждый месяц люди которые у нас работают и люди которые хотят убедиться и сделали вообще будут каждый месяц ездить место то есть это очень важная работа и будет мы это будем показывать и там будет что показать то что через год уже в следующем году в сентябре в октябре уже будет демонстрация и уже будет закрыт вход в корневую технологию потому что мы сегодня уже ведем огромную работу по тому чтобы привлекать инвесторов запускать адресные проекты и сегодня спектр нашей работы вот именно инвестиционной группы которую вот год назад создал андрей хавратов и а нас очень резко расширяется у нас выходит на абсолютно новые горизонты новую работу которому сегодня и что сегодня можно подвести итоги то есть я вам могу сказать со своей то есть личной точки зрения что начало этого строительства это значит пройден весь этап подготовки я могу сказать что очень много серьезных людей которые говорили вы не пройдете это сбора конструкторского бюро прошли вот вы не поет не пройдете процесс не потому что не верят технологию сейчас странно ситуации в том что про технологию уже никто не говорит что это технологии это все понятно технологии там все юницкий все сделает это конструкторского есть много внешних факторов которые не позволят вам это сделать и один из этих факторов что вы не сможете содержать конструкторское бюро вам не хватит денег вот сейчас мы это говорим что мы это делаем и на конструкторское бюро ту работу которую мы с вами организовали ту систему которая сегодня организовала с как skyway инвестгрупп она позволяет утверждать не то что утверждает это факт этих денег хватает чтобы содержать конструкторское бюро разрабатывать второй момент вышли строительство в поле объем затрат сейчас начинает резко увеличиваться мы подошли к тому что наша сегодня группа наша сегодня система тоже начинает резко расти то есть мы сейчас вышли на тысячу человек в день которые приходят в проект сентябрю мы планируем выйти на 3000 человек а цель и задача наша к октябрю чтобы было 10 тысяч правильно правильно и и что-то мне подсказывает что эту задачу мы тоже выполним опять же почему эта задача взаимно увязаны резко увеличиваются затраты на полигоне но у нас резко увеличивается вопрос что показывает если раньше мы говорили что мы будем строить то теперь мы говорим друзья выстроим и нам деньги нужны для того чтобы купить опоры купить металл нам надо для того чтобы заказать электродвигатели пожалуйста и вы уже то что вы инвестируете идет напрямую в то что создается на ваших глазах это будет создаваться и вот эта аргументация я могу сказать и наверное большинство со мной согласится что это очень весомые аргументы одно дело когда говорят что это какая-то абстрактная непонятная вещь другое дело когда мы инвестируем то что на наших глазах создается и второй момент то что мы конечно запускаем адресные проекты почему нельзя было запустить раньше адресный проект то есть вот мы с юницким создали 18 компаний тоже в лондоне с капитализацией под триллион долларов я сейчас немножко расскажу эту логику чтобы вы понимали почему система что мы с вами делаем радикально отличает пять лет с юницким работали в этом направлении у нас была задача что создать компании которые могут использовать технологии и дадут очень серьезную капитализацию ну и эта работа я могу сказать она зря не пропала мы сейчас ее с нашим фондом используем и это благодаря этой работе капитализация наших акций я тоже вам покажу который будет просто просто колоссальный так вот мы искали по миру проекты которые не может реализовать железная дорога и таких проектов много это проекты в балилии по разработке железнорубных месторождений где посреди южная южной америки стоит гора мутун называется она состоит на 67 процентов из металла вы можете запомнить посмотреть месторождение мутун вот и уникальность том что она стоит за полторы тысячи километров от побережья либо полторы тысячи через анды надо переходить это невозможно джиндал стилл выкупил лицензию на это месторождение 10 лет пытался разработать железную дорогу делал просеку насыпь железную дорогу потом амазонка разливалась вот вода сходила не могли найти не просеки не насыпи вообще ничего все смывало соответственно стало понятно надо железную дорогу поднимать выше уровня разлива то есть выше 3 метров и ставить ее на эстакаду вот когда они просто посчитали инвестиционные затраты вышли что этот проект стоит больше ста миллиардов долларов они не смогли найти инвесторов ни одного желающего который хотел бы вложиться в этот проект то есть инвесторы просто не пошли в этот проект что jingle стил сдал лицензию обратно правительства боливия и на этом вся история закончилась вот значит мы естественно там через определён потому что у президента боливии был один советник естественно что этот советник еврей естественно что этот еврей из одессы вот и естественно только что так сказать мы мы тут же так сказать познакомились при странных обстоятельства у нас выводят на администрацию президента и мы говорим что давайте друзья мы с вами заключим договор что у нас есть технология то есть мы разрабатываем технологию которая позволит не за 100 миллиардов долларов это посту построить за 8 миллиардов и не за 10 лет а за полгода и окупить этот проект за полгода и соответственно не возить не 100 миллионов тонн как они планировали оплата возить 200 миллионов тонн и соответственно в бразилии там им нужна была портовая зона это тоже один из проектов потому что это выходит побережье бразилия там вся пляжная зона и бразилии еще и я объясню почему я очень подробно вам это рассказываю логику проекта вот так вот там надо было еще строить либо порт который уходит на 30 километров либо копать канал это тоже очень удорожало и мы когда показали что наши технологии все это решает очень просто без всяких портов без каналов которые надо сделать и соответственно все эти задачи позволяет они говорят все хорошо давайте так сказать мы согласны мы делаем создаем компанию мы вам даем лицензию и вы начинаете работать чем мы договорились единственное условие которое есть вы должны показать прототип то есть как только вы показываете что это все ездит возит это самое то дальше никаких вопросов нет хорошо договорились подписали протокол о котором и говорим как только мы показываем значит мы соответственно нам выдают лицензии договорились договорились и мы по этой логике начали создавать еще ряд компаний то есть мы нашли еще ряд исторождений там одна из них это наша ржд пыталась построить железную дорогу у ханой хаши мин через вьетнам там 1100 километров уникальность том что на 1100 километров живет 120 миллионов человек у них пассажиропоток миллион пассажиров в сутки на земле таких участков больше нет сегодня так как вьетнам активно растет и зона активно развивается вот но когда наши ржд естественно вместе на не просто же наши ржд наши ржд все делает вместе с немцами почему-то сименсом и поэтому наши ржд предложил немецкой технологии сименс сапсан построить во вьетнаме но когда вьетнамцы посчитали экологические последствия что им надо через всю страну поставить низконапорную дамбу они там выращивают рис рис это значит миграция воды это значит нарушать то экологическая катастрофа она убивала все производство риса вьетнаме и те убытки которые они при этом могли получить они не сопоставимы с той прибылью которая садится нет нам такого удовольствия не надо естественно что мы тут же узнаем об этом проекте едем в правительство вьетнам и предлагаем давайте мы вам строим мы вам показываем совсем другую технологию то же самое готовы заказывать как только показываете прототип шермы заключение таких вот компаний мы на создавали 18 штук с общей капитализации больше триллион долларов потенциальных капитализацию это не пустые как бы слова это оценка это бизнес-план это подготовка все зачем мы это делали вот какая была моя задача чтобы эту цельную которую мы решали системы то есть наша задача была показать капитализацию показать проект и сказать что все это существует все это сделано и вот для того чтобы это все превратился в деньги надо построить один участок за 50 долларов и мы как раз искали инвестора крупного инвестора который может вложить 500 миллионов 50 миллионов долларов и при этом все это капитализируется получить долю здесь еще один из уникальный такой момент что я вел переговоры с одним очень интересным и вески это самое это как раз вот тут тоже такой еврейской национальности парень с одной маленькой деревушке она сегодня занесена в книгу рекордов гиннеса она находится рядом в тбилиси в горах там буквально восьми километрах значит на 12 человек из этой деревне входят сотню самых богатейших людей мира то есть это уникальное место нигде из одной деревни вот делись и не выходило такое количество миллиардов с одним из них точнее с племянником одного из них вот он очень такой не бедный человек мы вели переговоры все а он уникален чем он сам не рассказывает он представляете тысяча девятьсот тысяча девяносто втором году а он к тому времени уже занимался контрабандный лекарств поэтому был богатый человек вот к нему приходит учебный такой мальчик горит в очках и говорит слушай компьютер активно развиваются давай сделаем систему по которой можно будет работать с информацией которая есть в компьютере он говорит это как вы понимаете что там надо кому-то что-то найти компьютер задаешь для тебя тут выходит этот как с компьютером разговаривать может быть железный понимаете вот и он условия которому предлагал это 200 тысяч долларов создаем компанию и 60 на 40 то есть этому шотику 60 процентов а этому парню 40 процентов и он говорит слушай у меня для меня 200 тысяч долларов тогда было в ресторан один раз сходить нормально говорит но я не поверил что этой железякой можно разговаривать и он в это сегодня когда я включаю вижу вижу что яндекс стоит 6 миллиардов долларов я понимаю что 4 миллиарда должны были быть мои вот это был яндекс и он ему тогда денег не даст вот и мы с ним игрушки но тоже классно так сказать смотри вот у тебя был такой случай стать миллиардером за 200 тысяч долларов а теперь мы с тобой ведем речь что ты вкладываешь 50 миллионов долларов а у тебя они есть и у него их так сказать много этих по 50 ты получаешь пакет на 500 миллиардов долларов игру ни одного еврея с вашей деревне столько нет и он вот он столько ходил так сказать он полгода он так вот так сказать мы с ним создали компания там все он там подарки юницкому носил почти каждый день то чтобы тот не передумал но так и не смог он перейти через этот и не и не пошел вот но он сделал какой шаг ну как как естественно еврей хитрый он говорит ладно давай я тебе 50 своих не дам но я тебе соберу людей которые дадут вместе 50 вот и когда он начал собирать они там все по передрались они все по это самое на этом вся история это закончилась все как бы это я думаю сейчас когда периодически позванивать но тем не менее 300 тысяч долларов он дал и при этом только никому не говорит потому что здесь тоже после вот от него это тоже уникальная такая фраза все еще применяют после него у меня родилась такая афоризм про вот такого рода людей из них никто не хочет быть первым никто за несет но у них есть у всех одна уникальная особенность никто не хочет быть вторым и вот как сделать чтобы между первым и вторым вот вот это вот у них не получается и поэтому у них всегда вот этот вот вопрос и поэтому периодически впаде игру шотик я сейчас по мере того как он видит все развивается как у вас идет вот так я говорю шотик видишь видишь им ссылочки иногда ссылай все чтобы локоть укусил там еще я говорю вот это могло быть все твои понимаешь а ты этого сделать не захотел но сейчас мы все равно игру все них на придут будем мы придумали мы сейчас для него форму работы когда мы горошек вот давай мы тебе создадим проект где ты будешь один и ты будешь владеть всем ну вот сейчас вот мы с ним как раз логике адресных проектов мы выйдем на это взаимодействие так вот друзья зачем я это подробно как бы вам рассказывал чтобы вы понимали то есть мы наработали логику вот этих проектов на лобу наработали проект капитализации то есть мы все это проделали и это мы это обсуждали делали не просто на уровне там каких-то там пожеланий и так далее потому что когда мы с ним вели переговор он звал своих экономистов бизнесмена в смысле юристов мы прорабатывали все то есть это очень серьезная экспертиза также как вот я говорил что внесение уставного капитала оплаты интеллектуальной собственности самое главное что при этом было зафиксировано что это интеллектуальная собственность есть вот это самое главное когда мне говорят а где там подтверждение что у юницкого есть интеллектуальная собственность я говорю в принципе он ей оплатил уставной капитал компании и британская система подтвердила что это интеллектуальной собственности можно оплатить акции в 400 миллиардов долларов это более того там дальше будем разговаривать почему эту схему пришлось изменить потом вот она подтвердила ее три раза первое когда оценщика приняли оценку и внесли уставной капитал и оплатили акции вот второе когда зарегистрировали компанию и третье когда насчитали почти 500 миллиардов фунтов налогов на оплаченный капитал понимаете то есть это три раза система подтвердила о том что это очень дорого стоит и поэтому мы им очень сильно благодарны но схему работы пришлось поменять потому что все нормально но на интеллектуальную собственность 500 миллиардов фунтов не перед ними это не 500 200 далее насчитали 50 процентов от 50 процентов это цена на 200 миллионов биллиарда долларов насчитали налоги у меня было откровение то есть я считал что 50 миллионов долларов может дать только либо государство либо крупный инвестор который придет но как показала и государство и любой крупный инвестор они требуют как минимум 50 процентов на второе у них у всех возникает вопрос а зачем нам кузнец конечно что кузнец нам не нужен мы дальше сами можем все разобраться так вот когда возникла идея и когда мы познакомились со всеми вот ребятами то есть семенов показал потом мы начали развивать потом подключились вот андрей хавратов ноша суходоев там мирошниченко григорий михалыч так сказать еще так стало понятно что задача в 50 миллионов долларов это просто вот мелкий пшик что нам под силу задачи и 100 и 200 и 300 и 500 сейчас мы уже выходим на миллиард из это абсолютно нормально и самое главное что при развитии этой системы потенциал есть колоссальный и как мы видим сейчас развивается это абсолютно правильное решение теперь как итог за год мы создали систему которая развивается да она несовершенна она постоянно меняется его карман потом будет рассказывать мы постоянно вводим новые инструменты мы постоянно совершенствуем юридическую систему финансовую схему что это естественно по мере развития мы это будем менять нельзя создать одну систему раз и навсегда который меняться не будет мы ее меняем делаем совершенствуем мы сегодня решаем задачи и только благодаря нам чтобы вы понимали уже что благодаря нам каждому из вас сегодня финансируется конструкторское беру если бы не было нашего фонда если бы не было нашей работы эта работа вы встала все конструкторское бюро вы не смогло существовать и этот процесс бы пошел на затухание сегодня мы работаем у конструкторского бюро увеличиваются затраты, соответственно, мы с нашим ростом увеличиваем это финансирование. Сейчас подошел такой очень серьезный момент, что перешли работы в поле, затраты увеличиваются, ну, как минимум в три раза, поэтому наша задача в очень короткий срок, до октября месяца, как минимум в три раза вырасти и, соответственно, увеличить объем финансирования. И здесь мы абсолютно видим, что это выполняемая задача, потому что те результаты, которые дает конструкторское бюро, дает нам аргумент для того, чтобы увеличивать количество финансирования, то есть привлекаемых людей. Если раньше кто-то сомневался и говорил, вы не дойдете, я не говорю про тех сомневающихся, которые говорят, не поедет, струна порвется, сдует, листья упадут, то есть Юницкий отвечал на эти вопросы, это даже не серьезно обсуждать, потому что с инженерной точки зрения я могу сказать, что я присутствовал на очень серьезных экспертизах, где было по 20 академиков и докторов наук, которые задавали вопросы Юницкому, он отвечал, и когда в Озерах продемонстрировали ряд ноу-хау, которые технически решаются, когда говорили, что невозможно это сделать, я видел, как эти академики стоя аплодировали, потому что это действительно с инженерной точки зрения гениальное решение. Поэтому с технической точки зрения нет. Основные вопросы, которые есть, что вы не сможете содержать, вы не сможете это, вы не сможете выстроить юридическую схему, которая будет абсолютно удовлетворять законодательству, вы всегда будете привлекать или обманывать людей, и вот в этом плане всегда идут какие-то, ну скажем так, сомнения по поводу того, что нет. И ответ, который сегодня у нас есть, это, соответственно, строительство полигона, то, что мы делаем, все, мы до этого дошли, мы это делаем, и дальше эта система будет только увеличиваться, только развиваться. И следующий момент, который мы подвели, это адресные проекты. Когда мы говорим, что все, вот с чего я сейчас начал, почему адресные проекты нельзя было развивать, допустим, там полгода назад, потому что технология не вышла в поле. Сейчас, когда выходит в поле, мы начинаем гореть с той же Боливией, с теми же нашими якутами по Тамторскому месторождению. Мы говорим, что у нас сейчас адресный проект Тамторское месторождение. Мы говорим, что сегодня в Минске строится демонстрационный стенд, который покажет возможность реализации этого проекта. Мы сейчас адресным проектом запускаем проект, когда мы будем строить демонстрационную часть прямо в Якутии на вечной мерзлоте. Сейчас, это мы тоже с вами поговорим, правительство наконец-то за какое-то время хоть делает нам подарок. Правильно? То есть с гектаром земли. Сначала Путин продекларировал, что дает. В октябре они запускают закон, который позволяет в интернете зарегистрироваться и получить гектар земли. Про это мы тоже отдельно поговорим. Это я объясню очень тему. Для нас это очень важный вопрос. Я, честно говоря, до конца не верил, что они на это пойдут, и они будут через интернет давать нам землю. Так вот, они сами даже не понимают, для кого они делают подарок. Так вот, это все. У меня единственное возникает вопрос, что бы они с этим делали, если бы нас не было? Куда бы они эту землю дели, и кто бы ее взял? То есть, это там, ну, чтобы несколько человек. Так вот, только сегодня понятно, для чего. Но когда они поймут, они скажут, что, ну, мы же специально, мы же знали, что это будет востребовано. Но, по сути дела, если по сути, как бы делать, то этот закон и все, что он делает, он действительно выполняет задачу стимулирования. И получилось же как? Вся эта идея с гектаром возникла как? Мы с Андреем по скайпу разговариваем, у меня включен телевизор. В это время выступает Трутнев с Путиным, и мы говорим, давайте дадим гектар земли. Я тут же говорю, Андрей, смотри, они собираются на Дальнем Востоке гектар давать, это для нас. Давай брать. И мы прямо на следующий день начали там запускать, с директорами обсудили, и эта идея сразу как бы загорелась. И она сразу легла на логику линейного города. Мы говорим, друзья, просто так на Дальнем Востоке, ну я тоже сейчас немножко перескакиваю, чтобы вы понимали, мы сейчас заявляемся на землю по югу Красноярского края от республики Тыва, там есть Серебряные озера, до границы с Китаем. Чтобы было понятно, там в радиусе тысячи километров нет ни одной дороги, ни одной электростанции. Нам задают вопрос, а зачем вам там земля нужна? Причем так, нехило туда где-то 100 тысяч человек попросит землю там. Они говорят, а зачем? Я говорю, мы знаем, зачем нам нужна земля. Вы по закону обещаете? Обещаете. Мы у вас просим? Просим. Вы нам даете? Даете. Через пять лет, если мы там ничего не сделаем, можете забрать обратно. Но через пять лет, я вам могу сказать, это будет самая дорогая земля на евразийском пространстве. Ее уже никто не захочет отдавать. И сегодня все, кто будут эту землю брать, но это только благодаря нашему проекту. Без нашего проекта эта земля никому не нужна. Буквально вчера у нас родилась идея, просто сходу мы обсуждали, Тамторское месторождение, адресный проект. Я говорю, друзья, а давайте сейчас попросим землю еще в Тамторском месторождении. Вы представляете, где это вообще? Нет? Нет. Карту. В Советской России. Представляете? Якутск. Знаете где, да? Якутск. Это Транссибирская магистраль, чуть выше от Якутска. Так вот, а это от Якутска еще 750 километров на север. Чтобы было понятно, там зимой зафиксировано на минус 73 градуса. Это самая низкая температура на Земле. То есть полюс холода. Так вот, и мы предлагаем, давайте вот мы туда попросим землю, вот в Якутии. Туда. Представляете, какая будет это, если где-то, мы так посчитали, 50-70 тысяч человек попросит землю в Якутске на севере. Естественно, все тут вопросы, а зачем вам там нужна земля? Мы говорим, ребята, это наш вопрос. А представляете, какой к этому будет интерес? Мы мужом объясняем, зачем нам нужно. Когда у нас мы займемся на эту землю, мы построим трассу до Тамторского месторождения. Мы скажем, ребята, у нас есть земля. Мы построили на своей земле, не на вашей, на нашей. Мы построили туда свою трассу, не вашу, нашу. А теперь давайте. Либо вы нам даете лицензию, мы будем разрабатывать это месторождение. А так сразу опуская, мы бы сказать, что Тамторское месторождение – это редкоземельные металлы. капитализация этого предприятия, которое будет добывать, транспортировать эти редкие земельные металлы, будет как минимум три Газпрома. Три. Это минимум. То есть, понимаете, что те, кто будут акционерами этой компании, так вот, сейчас мы будем на своей земле строить свою трассу, а дальше мы говорим, хотите, давайте лицензию. Хотите, мы будем вашу руду, но возить по своей трассе и сами устанавливать тарифы. А вы уже тогда нас регулируете антимонопольным законодательством, чтобы мы вам за провоз восстанавливали кто-то. Нет, хотите, просто купите у нас эту трассу. В любом случае, мы как акционеры, тот, кто получит эту землю, мы все будем в прибыль. Вкладывать ничего не надо. Поэтому, и вот таких проектов, я могу сказать, у нас будет много, и все это позволяет только то, что у нас есть технология. То есть, мы всегда на шаг впереди. То есть, они будут очень долго удивляться, зачем нам земля нужна в ТВ, потом будут про Томтор долго обсуждать. Но теперь с точки зрения развития проекта. Понимаете, насколько это будет вызывать интерес? И насколько мы, демонстрация, то есть, когда говорят, а почему то, что вы говорите, правда? И вот здесь вот, друзья, каждый из вас, потому что мы сталкиваемся, что многие говорят, я начинаю кому-то рассказывать, и ты, ты, меня считают за дурака. Вот. Ну, тут я про себя могу сказать, что когда я был чиновником и начал первый раз 15 лет рассказывать про продажу сибирской воды и сибирского холода за границу, вы представляете, у меня там один мой товарищ к жене подходит, говорит, у него что, с головой совсем-то, кстати, совсем заработался. То есть, 15 лет назад сама идея продавать воду и холод вызывала просто ощущение, что, говорит, ребята, вы сумасшедшие. Сегодня это обсуждается на уровне ООН, сегодня это обсуждается, то есть, оказывается, вода – это главный ресурс, который есть. Оказывается, это самый ресурс, который дорожает с большой скоростью, потому что химию выбрасываем, воду убиваем, ее надо обратно пить, а чистой воды нет. И только у нас, оказывается, эти запасы чистой воды. И то, что эта вода является еще и конденсатором холода с энергетикой, мы можем в три раза увеличить энергетический баланс здесь. То есть, мы получим энергии в два раза больше, чем все страны, сжигая нефть. Только за счет того, что у нас есть холод. То есть, мы ни одной тонны не будем сжигать, мы ни одной тонны, а получим энергии намного больше, чем они сегодня сжигают нефть. При этом не тратя сегодня никаких денег, а привозят чистую питьевую воду. Друзья, у нас много еще о чем будет поговорить. Мы специально там... Я сейчас, ну так, быстро шажками... У нас когда, Андрей? 12 минут. То есть, 15 минут еще, да? Все, отлично тогда. Так вот, друзья, к чему мы сейчас подошли, о чем обязательно надо сказать, и что я могу... Это понимает сейчас и Юницкий, вот, то есть, ребята ездили при подписании договоров. Это я вам просто говорю от себя лично. Это нельзя было сделать без нашей совместной работы, без построения краудинвестинговой системы. И сегодня, вот, благодаря той команде, которую собрал Андрей Хавратов, выстроил именно организационную систему, мы создали вот эту краудинвестинговую систему. И сегодня, там вот, нас 110 тысяч человек, сегодня зарегистрированных в фонде. Наша задача, чтобы к концу сентября нас было 300 тысяч, а к октябрьской конференции было 500 тысяч человек. Почему 500 тысяч человек, это критично, ну, так сказать, очень важно? Потому что, чем нас больше, и самое главное, мы даже поменяли приоритеты. Мы сегодня говорим, не обязательно сегодня искать инвестора, который инвестирует тысяча, две, три, пять, там, десять тысяч долларов. Нет, сегодня самое главное, привлекать сторонников. Пускай он зарегистрируется, более того, Ольга тоже будет об этом рассказывать, мы сейчас вводим систему, вы зарегистрируетесь, мы еще даем в подарок 50 акций, потом мы расскажем, знаете что, вот эти 50 акций через 30 лет могут стоить, ну, 100 миллионов долларов. Люди говорят, не может быть. Хорошо, ну, то есть это вам, давайте другой встрече. Слышали такую никому неизвестную компанию, Apple? То есть сегодня ее капитализация 730 миллиардов долларов. 36 лет назад ее создали 10 человек. Уставной капитал был 20 тысяч долларов, да? 20 тысяч. Значит, одна доля в 10% стоила 2000 долларов, правильно? И Рон Вей не поверил, что они смогут за год продать 20 компьютеров и продал свою долю за 2000 долларов. 10% за 800 долларов он продал 10%. Значит, если бы сегодня он был в этом зале, или все это, естественно, его долю раскупили, как бы, товарищи, которые вместе с ним взяли. Так вот, я могу сказать, эти 800 долларов, эти 10%, это сегодня 73 миллиарда долларов. Так, чтобы было понятно. И это факт медицинский, исторически с ним спорить невозможно. Вы просто войдите в Википедию и посмотрите, и это факт. И самое главное, что он еще живой, он сам видит, что он продал, и сам понимает, что он за 800 долларов 36 лет назад отдал капитал в 73 миллиарда долларов. Это факт абсолютно медицинский. Поэтому вы задаете вопрос. Вот если у вас была бы такая возможность, вы бы купили столько лет назад вот эту опцию? Да, конечно, бы там вся земля бы скинулась. Просто возможность, наверное, у 5 миллиардов человек, которые жили в тот момент на земле, такая была, наверное, у одного или у двух людей. То есть, в принципе, вероятность 1-2 миллиардная, что у вас бы был такой шанс. А теперь понимаете, к чему я клоню? И когда мы говорим, ребята, и вы получаете 50 акций компании, которая сегодня по интеллектуальной собственности может стоить как минимум 400 миллиардов, а потом триллион, поэтому у вас сегодня как минимум есть такой шанс. Более того, у вас есть возможность получить гектар земли, не платя ни копейки. У вас есть возможность получить 50 акций. И второй вопрос. А дальше изучайте этот вопрос. У нас обучающий проект. А дальше мы подводим под это всю теорию, показываем, что есть смена технологических укладов, что был интернет, он изменил весь мир, до этого был двигатель внутреннего сгорания, они тоже изменили весь мир. С этим спорить бесполезно. То есть, если мне кто-то скажет, что интернет мир не изменил, ну, я просто с ним не соглашусь. Потому что до сих пор удивляюсь, как фраза, когда мой сынишка говорит, что я тут, он сейчас отдыхает на Черноморском побережье, он говорит, я тут связался со своим одногруппником, он сейчас в Испании, и мы с ним обменялись фотографиями, как мы там плавали в море. Ну, одногруппник, хорошо звучит. Вот если бы 30 лет назад услышали, одногруппником связался, потому что, ничего себе, продвинутые по видеоконференции связаны. А если я вам скажу, что это детский сад, не старшая группа, то это вызывает уже вопрос, понимаете? То есть, тем не менее, у него сегодня свой планшет, у него сегодня свой скайп, он сегодня там может связываться. И сегодня для нас это реально. Там моя мама, которая живет в Алтайском крае, на границе, где 10 лет назад не было вообще никакой связи, а сегодня по скайпу она общается с внуками, они там обмениваются, разговаривают, в конференции собираемся все. Она мне говорит, знаешь что, говорит, на первом этаже дома интернет плохо берет, надо на второй этаж подниматься. Я говорю, вот, конечно, проблемы сложные у вас с интернетом, понимаете, так сказать. Вот, а еще год назад она говорит, в скайп нажать, да вы что, так сказать, как бы это сегодня абсолютно работающая система. Так вот, за последние 30 лет время изменилось радикально. У нас, в нашем понимании, в нашем классификации, которую мы сегодня делаем, это пятый технологический уклад. Это естественная смена, эту теорию, которую мы используем, вел Сергей Юрьевич Глазиев, это, она основана на теории тоже очень серьезного экономиста нашего российского, Николая Кондратьева. То есть, это теория длинных экономических волн, которая показывает, что есть определенные циклы, которые меняются, то есть, все развивается не по спирали, то есть, это глупо говорить, что спираль, а развивается экономическими волнами, а и каждая экономическая волна определяется своей технологией. Он это назвал технологическими укладами. И Сергей Юрьевич Глазиев там вел дальше такую возможность, такую терминологию, как окно возможностей, то есть, каждая технология, и, соответственно, определение экономических, технологических, финансовых взаимоотношений. Вот. И сейчас, если мне кто-то скажет, что 30 лет назад, или 20 лет назад можно было пятилетнему сыну связываться с одногруппником, я бы не поверил. Еще очень много вопросов связано с GPS, со скайпом, бесплатного общения и так далее. То есть мир поменялся. И я не знаю, наверное, никто не будет с этим отрицать. Второй вопрос, четвертый технологический уклад, это двигатель внутреннего сгорания. Это нефть, это доллар, это все взаимоотношения, это весь 20-й век. И тоже говорит, что до двигателя, то есть появление машины, самолета и что наша жизнь нисколько не поменялась, но тоже, наверное, отрицать абсолютно бесполезно. То это технологический уклад, это электричество. То есть тоже, если кто-то скажет, что мир до электричества и после электричества нисколько не изменился, ну значит, такое у человека понимание мира. До этого это паровая машина, это пароход, это паровоз, это паровые молоты, это индустрия, соответственно, это то, что стало делать мир цивилизационным, именно индустриальным. Ну а до этого считается, то есть эта эпоха начинается с 1770-го года, вообще вот эти технологические уклады, это создание вообще производства, когда возникли первые фабрики, которые начали делать именно массовое производство, это дальше производство оружия, штамповка и саммитка. Это вот как раз цивилизационный путь, который привел к тому, что мы встали на путь. До этого мы развивались постепенно, любая технология там входила столетиями, иногда тысячелетиями. Уздечка, которая управляет лошадью, которая изменила мир и которая сделала, в истории есть такое понятие, золотой век цивилизации, когда урожайность увеличилась в два с половиной раза. Так вся проблема была в том, что мы учились управлять лошадью и на нее повесили уздечку. Так вот, эта уздечка по всей земле распространилась за тысячу лет. Представляете, скорость распространения технологий. Сегодня со скоростью интернета, о чем мы узнаем, что где-то происходит? Мгновенно. То есть, тут трудно даже сказать про это. То есть, информация распространяется мгновенно. Так вот, технологические уклады, почему нам это обязательно знать и почему мы Сергею Юрьевичу за это очень сильно благодарны, но он нас очень сильно не любит. Честно скажу почему. Три года я ему предлагал принять технологию транснета. Я ему предлагал понять, что Skyway это то, что будет развивать дальше. Я предлагал ему посчитать ВВП Евразии. То есть, я говорю, что Сергей Юрьевич, мы будем возить воду, мы будем возить холод, мы увеличим ВВП в десять раз. Я говорю, давай как бы это. И он не смог через себя это переступить, потому что в его теории шестой технологический уклад, то что идет на смену, это нано и биотехнологии. Плюс нанофотоника. То есть, он считает, что институт и нанотехнологии Чубайса и технологии, которые развивает Ковальчук, это Курчатовский институт. Они изменят всю нашу жизнь. Вот время идет туда, 40 миллиардов долларов инвестировали. Вот я смотрю, что-то как-то изменение каждого из нас, а тем более всего человечества, мы пока не наблюдаем. Я говорю, где ваши нанотехнологии? Что они изменят? То есть, где собственно вообще эти нанотехнологии? Они настолько маленькие, что их вообще не видно? То есть, как бы весь вопрос. И тут мы говорим, что друзья, мы принципиально расходимся. Та научная техническая школа, которую сегодня создал Юницкий, которую мы развиваем, она позволяет утверждать. Шестой технологический уклад. Технология, которая изменит всю жизнь, это Транснет. Основа Транснет, это струнные технологии, это Скайвей. Скайвей, небесная дорога, потому что она над землей. Это сеть следующего поколения, реальная сеть, которая объединит в себе энергетическую, транспортную и информационную коммуникацию. И эту сеть с вами мы уже начинаем делать. То есть, сначала мы начнем делать адресные проекты по этой технологии, потом мы это будем делать между городами, потом мы это будем соединять, и в конечном итоге, а конечный итог, я думаю, что это ближайшие 5-8 лет, ну, может быть, 8-10 лет, когда будет создана единая сеть, постоянно расширяющаяся, и из любой точки евразийского пространства можно будет проехать в любую точку. Соответственно, дальше возникает логика линейных городов, логика бесплатного перемещения. То есть, здесь я дальше не буду даже на этом останавливаться, что тот, кто будет жить на евразийском пространстве, то есть из Челябинска, там, допустим, в Москву, у Владивосток, в Сочи, или это самое, будет езда бесплатно. Мне сразу задают вопрос, не может быть! Причем с сегодняшним первым классом комфорта самолет, то есть в индивидуальном купе. Мне сразу говорят, это не может быть. Я говорю, друзья, шаг назад, 30 лет назад, я вам говорю, вы сидите дома, видеоконференция, с любой точкой мира, вы связываетесь, разговариваете, видеоконференции бесплатно, 30 лет назад. Как бы вы на меня посмотрели? То есть, не может быть. Сейчас я говорю, ребята, вот мы сидим с вами 30 лет назад в зале, я вам начинаю рассказывать. Друзья, смартфон, интернет, skype, gps, Bill Gates, jobs. Вы бы на меня смотрели, это как? Я говорю, ну, ребята, понимаете, у вас сейчас телефон, то есть вы пошли на работу и взяли с собой телефон. Вы 30 лет назад думаете, как я могу взять телефон, зачем он мне вот с этим диском, нужен с собой на работе, там такой же есть. Или, ну, вы сидя в машине, можете из него позвонить. Как с этого телефона можно позвонить? Вот, ну, а если я вам рассказывал, что вы едете в машине, у вас на торпеде стоит телевизор, этот телевизор связывается со спутником и показывает близлежащие машины, которые едут вокруг вас. Но это было вообще непонятно, как это, так сказать, со спутником связаться, еще посмотреть машины, которые сегодня, это наша реальность, мы с этим живем, и не вызывает никаких вопросов. Ну и что? Он пятилетний сын с одногруппником разговаривает, и ничего. А он еще научился голосом управлять, это вообще, то есть он говорит, скайп, папа, и сразу мне звонит, говорит, это по 10 раз на день. Оказывается, все, а когда он узнал, что можно еще сказать, мультик фиксики, и он ему сам загрузит, ну, его счастью не было предела. Он понял, что интернет, это очень хорошее изобретение. Единственное, ко мне приходит, говорит, папа, у нас в доме интернет упал. Я говорю, а ты как узнал? Он говорит, смотри, вот здесь вот палочки есть, вот когда их много, он хорошо показывает, а когда их мало, он, говорит, начинает какие-то квадратики показывать. Ну и ты знаешь, что такое упал интернет. Так вот, друзья, сейчас мы с вами находимся в точно такой же системе, мы вам рассказываем. Для нас, команды, которые работают, это реальность, потому что мы бываем в КБ, мы видим, как это уже проектируется. Проектируются здания, проектируются трассы, проектируются сегодня уже линейные города. Это все проектируется. Для нас это реальность. Когда это проектируется, это уже не будущее, это уже настоящее. Понимаете? Сегодня уже идет заказ комплектующих. Мы сегодня уже обсуждаем вопросы землеотводов, где мы будем стоить. И это, скажите, это что, будущее? Ну, если сегодня захотят построить новую трассу метро у вас в Челябинске. Сколько времени на это уйдет? Ну, там это одно метро, наверное, у вас уже проектируется там сколько-то лет. Ну, то есть, понимаете, не один год, да? Так вот, я могу сказать, вот это метро, это будущее. А то, что мы сегодня делаем, это уже настоящее. И вот как раз идет общение, мы как-то находимся в этой системе, и мы как раз, самое главное, что трудно людям поверить. Он говорит, это что, вот тот Apple, который продавали вот этот пакет акций, который сегодня стоит 73 миллиарда долларов, это вот в этот ваш пакет, то есть вы хотите сказать, что из 7 миллиардов людей, живущих на земле, именно у нас сегодня есть возможность купить этот пакет акций. Мы говорим, да, реально у вас сегодня такой. И вот в это, оказывается, поверить самое сложное. Люди не могут поверить, что такой шанс, и вдруг им дается. Вот не было, не было, а тут вдруг раз шанс дался. А кому-то же был шанс, когда Билл Кейт собрал своих 10 одноклассников и сказал, что ребята, давайте сделаем такую, он же мог именно к ним не прийти, но тем не менее, из 5 миллиардов человек, именно им выпала эта система. И сейчас надо сказать, да, ребят, именно вам в этом повезло. Ну что, ну вот так вот сложилось. Вот сложилось почему? Потому что Юницкий родился в Казахстане, жил в России, а сейчас работает в Беларуси. Да, он российский ученый. Да, вся команда, которая сегодня работает, это русскоговорящие ребята, вон с Лондона, у нас там с Одессы, с Харькова, откуда у нас только нет ребят, так сказать. У нас это все, вы сами знаете, у нас сегодня из 44 стран акционеры, 44 страны это по реестру. Когда мы проводим телемосты, вот крайний телемост проводили, 21 страна включения, 5 континентов, 379 точек, 4,5 тысячи человек. Это одновременно мы онлайн собирали. Это сколько? Месяца два назад мы делали крайний телемост. Вот. То есть это, друзья, это реальность, это данность. И то, что мы сейчас делаем и подходим, мы подошли к тому, что да, мы оказались в нужное время, в нужном месте, надо просто, действительно, у кого-то есть интуиция, у кого-то знание. То есть я могу сказать, что в основном к нам приходят люди более старшего поколения, там старше 45 лет. Почему? Они получили в советское время образование. Вчера, кстати, подошла девушка и говорит, объясните вашу фразу, сдался промат, можешь жениться. То есть молодежь даже это не понимает. И он, Арман, у меня сегодня утром тоже говорит, слушай, объясни тоже, почему после сапромата нельзя жить. Вот, друзья, кто получал, кто знает, что такое сапромат и получал образование? Вам надо объяснять, почему, пока его не сдал, жениться никто не может. Он не просто, он не сможет. Я сегодня Арманду объяснял, почему. Вот. Так вот, друзья, более того, знаете, что интересно? Я читал лекцию в МФТИ, я задал этот вопрос, современные студенты МФТИ уже это не понимают. То есть они знают, что такое сапромат, но они не понимают, почему эта фраза родилась. То есть уже настолько поменялась система, что они даже воспринимают систему образования по-другому. Поэтому, ну, это реальности, это то, к чему мы сейчас подошли. Так вот, друзья, смотрите, дальше мы с вами, сейчас будет включаться Андрей Ховратов. Вот, я про Андрея буквально два слова своего личного восприятия скажу, вот что мне это, что это настолько интересный, талантливый парень, у которого все получается, за что он берется. То есть он начинал один проект, он получался, второй проект. И самое главное, вот мы с Юнинским тоже говорили, что сейчас создана система, которая притягивает успешных людей, которые будут в будущем делать. И это самое главное. Вот что берутся. И сейчас вот мы начинаем делать, люди работают, первое, практически на энтузиазм. Второе, они вносят настолько много интересного, что вот так, как у нас сейчас развивается директоров, развивается направление, когда каждый раз генерится что-то новое, и настолько быстро все идет, меняется, что, я думаю, ни одна компания, ни одна команда в таком темпе работать не может. Так вот, Андрей создал, был, будучи инвестором, Академию частного инвестора, обучал, через него прошли десятки, сотни тысяч людей, которые обучались работе в интернете, обучению и так далее. И когда он приехал к нам на конференцию в марте, в прошлом году, и начал вот эти вот рассказывать там таблицы, и там пересчитывать текстолеты, я, честно говоря, ничего не понимал, что он говорит. Я не мог уследить за этим. И когда он, я думаю, это как наперстное чистоту. Знаете, он тут, это смотрим здесь сюда, такое количество километров еще-еще. Но когда я понял, что это полная логика выстроенной инвестиций, и когда, ну, а в итоге он говорит, вот, слушайте, у Билл Гейтс, у Джобса стоила компания столько, вот 8 долларов, вот капитализация вот такая. У нас, в принципе, есть теоретическая возможность сделать еще больше, потому что рынок, который создается, он больше, чем рынок интернета. Рядок больше, потому что рынок интернета это примерно 7 триллионов долларов, а рынок транснета это около 40-50 триллионов долларов, потому что это услуга, востребованность которой намного выше. Соответственно, капитализация компаний тоже будет очень большой. И еще я могу сказать, что Андрей внес, ну, он это долго разрабатывал, и мы с ним объединили две теории. Я ввел вот это экономическое понимание, потому что я давно работал над этим экономическим укладами, а Андрей внес новую экономическую эволюцию мира. Он первый сказал, что при такой капитализации, при создании таких компаний нельзя допустить, чтобы был один или два акционера. В таких компаниях, которые будут обладать такими капиталами, должны быть миллионы акционеров. Это новая экономическая эволюция. И когда мы сегодня создаем потребительское общество и туда вводим сотни тысяч людей, и это потребительское общество будет акционером компаний, это абсолютно правильно. То есть у Тамторского месторождения, у технологий, которые будут продавать сибирский холод и получать триллионную капитализацию, триллионные прибыли, должны быть миллионы и миллионы акционеров. И вот эта новая экономическая эволюция мира, мы ее сформулировали, вот после Нового года, наше новогоднее с ним было выступление, и он четко сказал, система такая богатая, пусть становится богаче в этой системе. Но бедные должны становиться богаче, и, соответственно, богатые должны быть в этом заинтересованы. Это эволюция. Сегодня, как вы понимаете, весь мир построен на том, что богатым им абсолютно плевать, что происходит. Сама система так построена. Сегодня там буквально в нашей стране, в любой стране, 10% людей владеют 90% всех ресурсов, а 90% людей не владеют ничем. И та система новая, и тут как раз Глазев показал, что при смене технологических укладов всегда происходит смена формации. Вы вспомните, что произошло при смене 4 на 5 уклад, это начало 20 века. Рухнули 4 империи. Весь мировой уклад, который был на тот момент, изменился. Не стало Российской империи, немецкой Австро-Венгерской империи, Османской империи, потом рухнула Британская империя. И это все изменение уклада. То есть пришел новый порядок, пришло новое. А чем это выразилось? Шейхи, которые ездили всю жизнь на своих верблюдах, под ними были океаны нефти, которые никому были не нужны. Как только произошла смена уклада, эта нефть стала огромным ресурсом. Все шейхи стали богатыми людьми. Оказывается, что нефть и потом то, что за этим ввели американцы доллар, это стало то, что стало доминировать весь 20 век. Сегодня смена уклада. И мы видим, что происходит. То есть то, что происходит сегодня, это объективно. Сегодня пятый уклад. Американцы, они не хотят изменений. Они хотят оставить доминирование доллара. Они хотят оставить так, как есть. Но, друзья, система меняется. Уходит сегодня доминирование нефти. Уходит сегодня процесс, который существовал весь 20 век. И вот в начале 21 века меняется. Вводится новый уклад. И как раз этот новый уклад в том, что мы сегодня с вами видим, он как раз требует то, что будет новая система. И то, что мы говорим, эта система должна быть более справедливая. И мы говорим, что мы создаем систему, что там торское месторождение, которое даст прибыль больше, чем три Газпрома. Этим пользоваться должно не 10 человек, которые сегодня находятся в правлении Газпрома. И здесь под запись могу сказать, меня очень сильно удивляет вопрос, когда председатель правления Газпрома, государственного предприятия, предприятие, которого нанял народ, строит себе дачу, точную копию Мариинского дворца. Мне задают вопрос. Ты что, нахрен? Император, что ли? Вот какое право или с чего ты имеешь построить такой же дворец, как император Российской империи? Но они же себе это позволяют. Это государственные менеджеры, которые управляют государственным имуществом. Это что, нормально? Я сразу могу сказать, нет, друзья, это ненормально. Так вот, компанию, которую мы будем строить, которая будет одна из, я могу, у нас этих компаний будут десятки, одна из компаний, которая будет в три раза больше, чем Газпром, там должно быть миллионы акционеров. Миллионы. И они должны получать эту прибыль. Это будет абсолютно правильно. Это и есть новая экономическая эволюция, автором которой является Андрей Хавратов. И второй, я могу сказать, что очень важное он показал для меня лично. Он с Одессы уехал сейчас из Украины в связи с этими событиями. Еще там ряд наших директоров сегодня уехали с Донецка по понятным причинам, с Украины, с Харькова, потому что сложная ситуация. Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Так вот, они нам показали, что несмотря на эти сложные условия, у нас очень серьезный период времени, основные инвестиции шли с Украины, у нас очень много партнеров на Украине. И это показывает о том, что ломка и сложные ситуации, которые происходят во мне, они не отпугивают, а наоборот привлекают людей в наш проект. И как раз это они показали, сделали. И для нас закончена очень такой пессимистичной ноте. Мы с вами подходим к очень сложному периоду, который нас ждет. Очень сложный. То есть мы, может, потом еще на этом остановимся. То, что нас ожидает, к сожалению, нам придется пережить. И в этом плане, я могу сказать, у нас родился еще один термин, тоже очень сложный. Это экономический ковчег. И мы говорим, то, что мы сегодня делаем, это единственное то, что через всю эту бурюс может пройти. Если бы мы это не делали, я не знаю, как Россия и как вообще евразийское пространство пережило бы то, что нас ожидает. Но сейчас можно сказать, что то, что мы делаем, это будет реальным выходом. И мы выйдем, если сейчас пока это кто-то не понимает, то это их проблема, поэтому у них потом появятся два варианта. Либо они поймут и будут поддерживать, либо они заменятся. Вот и все. Все, друзья, передаю слово Андрею Ховратову. Андрей, привет! Слышно? Проект. Вот, мы тут же по Челябинску начинаем рассматривать сейчас конкретное предприятие, конкретную трассу, конкретный будет бизнес-план. Естественно, что у него будет директор. То есть это молодые ребята, которые тут же будут создавать проект. Это проект на десятки миллионов долларов, который сам будет финансироваться, делаться. Вот у Армандо уже проект более чем на 20 миллиардов долларов по Европе. Это то, что сегодня на наших глазах происходит. Леша в ближайшее время будет директором компании, у которого уже на сотни миллиардов долларов активы. И это все на наших глазах. И казалось бы, сказать, ребята, вы сами себе делать, это все утопия. Вот. И это утопия до тех пор, пока мы говорим, ребята, видите, вот это все не утопия. Вот это все. А то, что мы делаем, это основывается только вот на этом. И поэтому, с одной стороны, да, несколько пугает масштаб, который есть, но с одной стороны есть масштаб, с другой стороны есть конкретные проекты на миллионы, сотни миллионов, миллиарды, сотни миллиардов, и долларов, и евро, тут не важно. Это процесс, который развивается вот сейчас. И еще раз там, перед тем, как перейти к вопросу, просто еще раз хочу акцентировать, друзья, то, что мы сейчас делаем, и то, что сейчас происходит, только благодаря той работе, которую мы с вами сделали. Мы не сделаем без вас, потому что мы директора, мы те, кто организует. Но та система, которая делается вами, она создает механизм, который позволяет все это сделать. И сегодня, я говорю, мы за этот год, за этот год собрали инвестиции, инвестировали в проект, и сделали больше, чем мы с Юницким за все предыдущее время. И это действительно факт. Это можно сказать, что это наша заслуга с вами. Имеется наша заслуга как фонда. И то, что мы сейчас дальше делаем, там, запускаем адресные проекты, пробиваем стены, которые тут, казалось бы, непробиваемые, там, либо не обводим их просто, если нельзя пробить эту стену. Но, тем не менее, эта работа ведется, и я могу сказать, что этот год, октябрьскую, проведем конференцию. Вот, тоже, ну, если так, от себя лично могу сказать, что конференция будет очень важной даже в том плане, что мы как фонд, мы как компания компенсируем затраты на эту акцию, то есть для вас это инвестиции. Если вы верите в проект, если вам нужно, вы можете съездить, вы получаете все свои затраты акциями. Но дальше я могу сказать, что просто две тысячи человек, которые соберутся в центре Москвы для того, чтобы еще раз проговорить о проекте, еще раз его поддержать. Это первый раз, когда Юницкий сам приедет на эту конференцию. Мы один час сразу договорились, это будет не сбор нашей группы, это не будет форум Skyway Invest Group, это будет научно-практическая конференция нашего фонда совместно с конструкторским бюро, именно струнные технологии, где Юницкий будет рассказывать о развитии технологии и эко-технопарка, которые сейчас делаются. Второй день и третий день работы, это уже будет наша непосредственно работа фонда, где мы будем собирать наших сотрудников, менеджеров, консультантов и именно ставить новые задачи, потому что с октября задачи у нас просто меняются кардинально. И это все понятно, почему мы уже не раз это говорили. И для нас как раз, как для фонда, начинается очень серьезная работа, потому что ответственность на нас намного выше. Если мы не будем работать и расти, и привлекать больше инвестиций, вот эта работа остановится. А этого допускать ни в коем случае нельзя. Вопросы? Можно? Давайте. Меня интересует вопрос. Я сформулирую вам. Первый вопрос. Это защищенность проекта. Ну, может, он жесткий покажется, но мы люди смертные. Все правильно, да? Сегодня генеральный изобретатель Ининский. Правильно? Есть ли какие-то люди, подготовленные им, которые, если что-то вдруг случается, есть, которые продолжаются? Давайте сразу вопрос понять. И на какой стадии проект? Или он уже вообще полностью закончен? И только уже внедрение? Или же должны быть какие-то доработки? С точки зрения, со второго нашего вопроса, проект находится на стадии. В октябре следующего года будет продемонстрирована законченная технология, а мы как фонд уже в течение этого года будем делать адресные проекты. И как только будет продемонстрирована, мы сразу начнем проект. То есть это законченная технология коммерческого применения. Это правильный вопрос. То есть то, что мы показывали в озерах 15 лет назад, это научный стенд. Это не технология. Это показать возможности технологий, что они существуют. То, что будет продемонстрировано в Минске на полигоне, это транспортная система, которая грузит 10 миллионов тонн в год с возможностью расширения до 100 миллионов тонн руды либо угля. И мы это делаем как раз под Тамторское месторождение, потому что нам надо 10 миллионов тонн руды оттуда привезти для того, чтобы перевернуть весь мир. И мы как раз это будем делать. И второе будет продемонстрирована, это городская система, которая может полностью заменить метро, причем по цене 30 раз ниже. Это полный аналог. И это будет продемонстрировано конкретно. И третий момент, который будет только предварительной демонстрацией, это скоростной системы, которая даст 500 километров в час. Это полная замена самолету. И по защищенности, та система, которая сейчас отстроена, ну просто вы, кто подключились, вы не в курсе, кто следит за нашими проектами, видели, что сегодня вот этот проектный институт, он находится из 23 конструкторских бюро с точки зрения безопасности. То есть каждое бюро не знает, чем занимается другой, ставится задача. Получается, единственное, это может свести Юницкий как генеральный конструктор, и еще ряд подготовленных им людей, которые сегодня обладают всей информацией. Это наиболее доверенные его люди, и от которых сегодня зависит именно безопасность нашей интеллектуальной собственности. Естественно, что эта система вся отстроена, и так как это уже завершающая стадия, то есть уже внедрение, сейчас речь не идет о передаче ноу-хау. Речь идет о создании уже чертежей, которые покажут. И эти чертежи уже все сегодня изготовлены, готовы, да. Вообще, предусматриваются какие-то силы, которые могут помешать внедрению уже непосредственно этого проекта? Ну, как всегда, то, что мы говорили, всегда что-то новым мешает что-то старое, правильно? Поэтому мы сейчас уже как фонд, как группа, мы прорабатываем очень много вопросов, которые сегодня... То есть мы уходим, если говорить уже по внедрению, мы обсуждали сегодня много, мы уходим от конфликтов железной дороги, где мы можем проекты альтернативные делать. Мы сейчас ставим во главу угла и запускаем в основном те проекты, которые ни с кем не конкурируют. То есть вот в Тамтор, мы говорим, железная дорога в Тамтор не идет, мы идем туда. В Боливию никто пройти не может, мы пойдем туда. В болото Томской области, которое там находится самое крупное в мире месторождение железной руды. 200 километров самого глубокого болота в мире. Кто туда может пойти? Железной дороге это присниться не может. Мы пойдем туда. А государство это мы, вот чтобы было понятно. Самое главное, чтобы нас поддерживал миллион человек. С точки зрения одного из президентов нашей страны, который нас поддержал, после этого спилили стенд. Поэтому такой поддержки от государства нам не надо. Самая лучшая поддержка, это нам сейчас не мешает. Это самая лучшая поддержка. Это пока мы будем искать, это очень хорошо. Поэтому мы за это время будем делать, строить, делать проекты. Сразу дают вопрос, если не дадут разрешение на Тамтор. Или если не дадут разрешение. Друзья, есть Вьетнам. Вьетнам сказал, как только вы покажете, нам миллион человек надо возить. Есть Боливия, есть Монголия, есть Казахстан. Есть куча мест, которые зовут. Поэтому, если тульский трамвай из истории строили голландцы, а, как вы понимаете, сотовой связью, которой мы пользуемся, телефон южнокорейский, производится в Таиланде, еще что-нибудь. А мы этим пользуемся. Ну и что, друзья, если будет такой подход, значит, будет так. Мы, как акционеры, от этого нисколько не теряем. Мы являемся владельцами технологий. Мы в любом случае будем получать прибыль, где бы это ни строилось. В Монголии, в Боливии, в Корее, в Африке. Вот Арман познакомил нас с парнем из королевских семей, который включается в наш проект, так же, как Арман будет возглавлять Африку Транснет. И сегодня уже там королевские семьи рассматривают вопрос, а в Африке, вы просто верите, что в Африке есть интересные проекты? Все, и мы их будем реализовывать. И это не только за наших акционеров. Акционеры будут приходить со всего мира и сейчас уже приходят. Так что, друзья, все как бы движется, и здесь вопрос, опять же, когда говорят, а можно ли это остановить? Ну, я сразу задаю вопрос. Вот если бы сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом в 91-м году, сказал, что я не пущу в Россию интернет. Потому что есть МГТС, есть телефонная связь, и я не пущу интернет. И что бы произошло? Интернета бы в России не было? Был бы просто другой президент на тот момент. Поэтому сейчас кто скажет, я Транснет не пущу? Ну, пожалуйста, не пустите штаб, так сказать. Поэтому это, друзья, с государства точки зрения, наша задача, сейчас я это сам, наша задача, чтобы у нас на Октябрьском форуме, в регистрированном, было 500 тысяч человек. А к концу года миллион. Вот тогда мы будем говорить, что, ребята, нас миллион, мы хотим реализовать вот такой проект. А вы мешаете. Можно задать вопрос, почему? И какие у вас цели и задачи мешают? Да? Сергей Анатольевич, а вот мы говорили о потребительском обществе. Да, это, конечно, так сказать. Оно у нас будет или нет? Оно уже есть. Но оно как растет? В зависимости от отзывоверов или что? Нет, значит, смотрите, что мы сейчас готовим. Мы сейчас готовим всех партнеров нашего фонда переход в потребительское общество. То есть это, с одной стороны, мы сразу используем несколько юридических защит своих инвестиций. То есть то, что Арман сказал, это британское законодательство, которое позволяет защитить. То есть мы говорим, что все инвестиции защитены британским законодательством. Вы сейчас скажете, стопроцентная защита или нет? Да, конечно, нет. Просто это один из вариантов, что сегодня защищают. Второй вариант. Мы говорим, все еще будут являться пайщиками потребительского общества. Это защита совсем другой. Это не акционерное законодательство, это кооперационное законодательство. Оно совсем другое. Поэтому мы говорим, это дополнительная защита через потребительское общество. Это все готовится буквально 2-3 недели, выйдет новый кабинет. И в этом новом кабинете вы все увидите. Там будет просто согласно, ставите две галочки, и вы становитесь пайщиком потребительского общества. Второй вопрос. В октябре мы ждем подарка от правительства, которые говорят, все будете получать, регистрировать землю через интернет. Мы вводим функцию в наш личный кабинет, где вы можете через наш личный кабинет оставить заявку, и мы... Потому что если вы подадите заявку, вы же не знаете, где вам надо брать землю на границе ДВ и Красноярского края. Мы знаем. А вы не знаете. Так вот нам надо, чтобы 100 тысяч человек землю попросили в одном месте. Точнее, в той линии, по которой мы будем строить. И это мы организуем. То есть это все как раз потребительское общество. И третье потребительское общество, что будет дает, мы совсем другие взаимоотношения выстраиваем между разными странами, теми, кто становится пайщиками. То есть когда конструкторское бюро Беларуси будет пайщиком потребительского, мы выстраиваем совсем другое взаимоотношение. Ну и третий вопрос, что потребительское общество, оно дает совсем другую защиту. У него нельзя прийти и что-то отобрать. То есть это законодательство не позволяет. Поэтому это третье. А взносы какие-то будут платить? Ну там, естественно, там, как и любой потребительское общество, у него по уставу, если вы поддерживаете цели и задачи и платите эти взносы, поэтому там какие-нибудь 30 рублей, конечно, придется платить. А вот вы знаете, фонд, фонд, организационно-проматолога такая выделена для привлечения денег. Какая сейчас? Да, вот это Skyway Invest Group. То есть это регламентируется седьмым федеральным церковным образом? Нет, мы сейчас находимся в законодательстве оффшоров. Здесь мы седьмым законодательством или седьмым никак не регламентируемся. Понятно. Так, а вот еще был вопрос. Можно узнать, что был бурон на первых слайд? Где они сейчас? Они работают. А они будут применять? Обязательно. То есть это как раз я могу сказать, одна из результатов предыдущей конференции в Магнитогорске, познакомились с Василом Александром Васильевичем, это гениальный ваш челябинский, южноуральский самородок такой, мы с ним сейчас активно работаем. И вот сейчас вся система, то, что мы будем проектировать здесь, трассу у вас первую, в Челябинске, именно легкого подвижного состава, то есть на один-два человека, такого спортивно-туристического плана. Мы как раз уже проектируем это, исходя из свай и опор, которые мы уже подали патенты, и наш совместный, наш инновационный центр является обладателем патентов, которые мы уже совместно разрабатываем. Потому что эта работа идет самым активным образом. Вообще не вопрос. Просто. Пришла мысль. В Украшение огня смотрел фильм про Королева. Вы знаете, я почему-то Вас сравнил, ну и Митского, вот когда запускали корабль. Ну, я Вам сразу рекомендую, в интернете посмотрите, посмотрите фильм «В небо на колесе». Это Беларусь фильм, 76-й год, чтобы было понятно. Это фильм про Юницкого, который предложил не ракетное освоение техники, космоса. Представляете, в 76-м году предложить систему, которая... Юницкий был членом Федерации космонавтики при Советском Союзе. Вот. И как раз та технология, которая есть, там вот этот... Спешите, «В небо на колесе» и прямо в интернете посмотрите этот фильм. А теперь я не могу чётко объяснить, ну, как в консайвере паркуров, что разница между инвест-группой, капитал-группой и корневой системой. Нужно ли чего-то куда-то переводить? Переводить такого понятия нет. У нас у всех акции Юницкого, корневой компании, они защищены. Просто мы инвестиционный фонд. То есть здесь вопрос. Так как сюда придут миллионы акционеров, то, соответственно, точек входа должно быть несколько. Поэтому приняли логику такую, что есть инвестиционный фонд «Скайвей Капитал». Он ориентирован на определённо своих инвесторов. И он с ними работает, он их привлекает. Мы ориентированы несколько на других инвесторов. То есть мы сегодня говорим, мы привлекаем людей, привлекаем это и для нас сегодня там средний объём инвестиций, это сколько, 20 долларов от человека, да? И мы говорим, что нашу работу сейчас, нам надо набрать миллион человек, чтобы они проинвестировали по 20 долларов. Это наша задача сегодня. Следующая наша задача, это будет повышать работу, чтобы инвесторы, которые вошли, они были заинтересованы инвестировать больше и больше, что это будет выгодно. И это будет происходить сейчас, происходить параллельно с тем, как будет происходить демонстрация, и как будет более очевидно становиться технология. Мы объединяем несколько направлений. Мы объединяем потребительское общество и объединяем объём инвестиций. И мы говорим, мы даём защиту. Плюс к тому, какую защиту даёт Юницкий и фонды которых. Мы даём защиту своего британской компании, вы являетесь. Второе, мы даём защиту потребительского общества, что вы являетесь пайщиками. И третье, мы вам предлагаем ещё от правительства взять дектар земли, мы вам гарантируем, что он капитализируется. Это наша работа, это наш фонд. Никто другой вам это предложить не может. Поэтому, если вы купите акции в другом фонде, вы не станете пайщиком, и вы не получите эту землю. Это наша работа. Но разницы между акциями никакой, да? Разницы никакой. С точки зрения, что раньше, что сейчас, разницы никакой. Просто это дальше наше, инвестиционное. Но мы имеем право, как сам свой совет директоров, мы предлагаем ряд ноу-хау, ряд работы, поэтому, так сказать, это наше. И второй вопрос, что как только будет закрыт вход в корневую технологию, это как раз сентябрь-октябрь следующего года, то наш фонд сейчас сразу будет организовывать уже оборот этих акций. Потому что, как вы понимаете, что интерес к ним резко возрастёт, когда они перестанут продаваться. И сразу весь вопрос, через фонд вы можете продать свои акции, вдруг, если вы хотите, уже просто капитализировать сегодня, либо отменяете и так далее. И эта работа вся будет вестись как раз через вот нашу инвестиционную группу. когда начиналось всё, вы понимаете, просто как-то проект SkyWay, системной технологии. Сейчас подключилось очень много дополнительных компаний, много, на счёт какой-то кооперации возникло. Вся тоже. Да, да. Кто этим занимается, кто это всё объединяет, кто это всё координирует, если какие-то вопросы возникают? Всё, что связано с работой SkyWay Group привлечения инвестиций, у нас есть совет директоров, совет директоров возглавляет Хавратов, Андрей, и мы как раз эту работу сейчас проводим. Всё, что связано с технической частью, это Юницкий, это конструкторское бюро. Что конкретно может обещать в Челябинске в ближайшие годы? Нет, пообещать я ничего не могу. Мы договорились как раз сегодня с рядом очень интересных финансователей. Мы ещё в этом году хотим начать реализацию первого проекта в Челябинской области. Мы об этом договорились и я надеюсь, что в ближайшее время мы под это создадим компанию, в ближайшее время мы сделаем бизнес-план, сделаем проект и в ближайшее время мы начнём предлагать жителям Челябинской области инвестировать в проект, то есть это будет адресный проект, когда мы говорим вы можете инвестировать в корневую технологию, но параллельно с этим вы можете инвестировать в свой проект в Челябинской области, который будет приносить определённый прибыль. И вы будете, я думаю, что для жителей Челябинской области самое время будет интересно финансировать и основную технологию, но при этом и свой проект, который вы будете видеть из окна. Поэтому и наша задача, чтобы в каждом городе, в каждом июне был такой проект. И вчера мы об этом договорились в Екатеринбурге, мы такой проект запускаем, и сегодня мы об этом договорились в Челябинске. Как раз я считаю, что это основной итог нашей сегодняшней конференции. А что именно конкретно? Мы конкретно в вашем лесном парке будем делать легкую трассу для адмонстрации и для прогулки вокруг этого парка. Это парк Гагарин? Да? Да, да, да. Наверное, Гагарин, а я интересный. Когда бизнес? А все два класса Екатеринбург-Челябинск. Мы получаем конкурентов и получаем это. Поэтому здесь я могу сказать, что пока мы будем следить за тем, что они делают и говорить, что у нас есть другое предложение. Вы получите личность губернатора в этом деле? Давайте. Но вот губернатор поддал интервью, что строится скоростная страта, а сочиняя страта. То есть он не отходил? Нет, он говорил о китайской скоростной железной дороге. Не получится ли так, что все будем делать все, а потом раз появится губернатор. То есть скажем, что я так мою, я сделаю. Ну вот исходя из этого, мы говорим о том, что нашу трассу, которую мы спроектируем, сделаем и сделаем в парке Гагарин, это будет наша трасса. Потому что китайцы такого не делают, Сименс такого не делает, РЖД такого не делает, а мы сделаем. Поэтому дальше будем дальше. А в чьей собственности будет эта трасса? В собственности акционерного общества, которого будут строить. То есть нас с вами. Да, вот я как раз и сказал, первое, мы создадим компанию под этот проект, у которой будет директор, вот, и я даже знаю примерно кто, вот, у которой будет совет директоров, который будет привлекать инвестиции, который будет строить и которых будет владеть. А люди, которые будут входить, они будут акционерами этой компании. То есть они будут именем доходы, а то не надо. Да, вся логика такая, что корневая технология будет во всех таких проектах иметь 25%. Поэтому вы обладая акциями в корневой технологии, вы в автомате входите во все адресные проекты. Просто есть возможность еще приобрести напрямую акции и быть дополнительным акционером уже непосредственно в адресном проекте. А вот акции индии, адресные, 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 адресные. Да, да, да. Все наши обязательства выпущены только по акции SkyWay. А 25% от чего? От уставного капитала. Это как раз договоренность с инвесторами о том, что технология передается только на таких условиях. Когда покупают от SkyWay, у нас был сертификатор. На SkyWay без группы, то как люди волнуюсь, то никакой нет управления. Будет, будет все дорабатывать. Через лондонскую. Мы сейчас сделали таким образом, что мы вводим лондонскую кампанию, вы будете в реестре и будете получать просто реестр и выписку из реестра о том, что вы являетесь акционером. На наш взгляд, с юридической точки зрения, это более защищенная схема. То есть, опять же, чтобы вы понимали, что, друзья, то, что было полтора года, год назад мы развиваемся, мы постоянно работаем над тем, чтобы защитить ваши юридические. Предсказать всех вопросов, которые были полтора года назад, было невозможно. Потому что все, что мы делаем, это все новое. То есть, когда мы заставили британцев зарегистрировать уставной капитал в 400 миллиардов долларов и оплатить уставной капитал, понимаете, мы тогда не предполагали, что в отместку за это они выкатят нам налоги. Сказать, ребята, интеллектуальная собственность есть, есть, вы ее оценили, оценили. Мы ее признали, признали. Уставной капитал оплатили, оплатили. Налоги, пожалуйста, понимаете. Из-за того, что на 10 миллионов было, то есть, корневая компания, она заработала 10 миллионов, да, получается. Мы все вложили 10 миллионов и, соответственно, вот с этих 430 миллиардов, соответственно, а акции было продано на 10 миллионов. Давайте я отвечу на этот вопрос, да, потому что он часто задавали. Значит, что произошло, почему компанию закрыли? Вы знаете все, да, то есть RSV Systems ее закрыли. Почему? Потому что компания была ценя 136 миллиардов. Соответственно, у каждого из вас, в том числе у меня, да, на сертификате написано, что одна акция равна 1 фунт. Но мы же покупали по 0,002 цента за акцию. Соответственно, компания получила 10 миллионов пунктов. И с этих 10 миллионов они должны были 21% заплатить налог. То есть 2,1 миллион. Правильно? То есть, неправильно. 10 миллиардов акций было отдано нам, а 10 миллионов полученных денег. Соответственно, с 10 миллиардов пунктов серлингов, которые нам отдали, да, нужно было заплатить 2,1 миллиард. А как заплатить вакуум 1 миллиард, если у тебя 10 миллионов? Ответ. Да? Спасибо. Ну, друзья, я говорю, то есть это вопрос, когда юридически эту схему проводили, это просто нельзя было предусмотреть. Но с другой стороны, как я уже сказал, что этим самым англичане нам дали третье подтверждение уставного капитала. Первое, что они интеллектуальную собственность признали. Второе, что они оплатили уставной капитал. Третье, они признали, что мы эту интеллектуальную собственность перераспределяем. Единственное, что они сказали, вот теперь с номинала заплатите налоги. И вот этот вопрос, мы говорим, как Арман сказал, что продано с дискордом, они говорят, а вот это нас не волнует. Так сказать, все заявлено, делаем все. И поэтому решили перейти на следующую юридическую схему, переоформить эти обязательства. Причем Юницкий взял на себя обязательства, так как всю интеллектуальную собственность. Сначала выводили одну компанию, Евразия, НРЭЛ, Скайвей, потом объединили интеллектуальную собственность, он ввел еще один коэффициент. И это как раз премия для тех, кто пришел в этот самый сложный период. Потому что вот этот период, когда люди пришли год назад, полтора года, то, что вы вопросы задаете, это самый сложный период. И поэтому задают вопрос, а будут ли еще коэффициенты такие, будут ли еще такие дисконты. Нет, друзья, ни таких дисконтов, ни таких переоформирований, ни таких, больше не будет. Это была премия для тех, кто пришел на этот период. И эти акции потом будут стоить в основном, но я считаю, тот, кто в этот период пришел, они этого заслужили. Это самая большая награда за то, что мы с вами это сделали, потому что люди, которые будут приходить, когда мы будем делать уже адресные проекты, риски совсем другие. Друзья, извините, а за риски надо и платить, и получать премия. Это абсолютно справедливый подход. И люди, которые вот там, вот как Арман, там как Леша, которые приходили, когда еще вообще не было системы, говорят, ну мы верим в проект. Понятно, что сегодня, когда все перераспределилось, работает, и, пожалуйста, вот вам потребительское общество, вот вам выписка с реестра лондонской компании, вот вам выписку с реестра BVI-компании Юницкого. И когда мы все эти имеем, и мы понимаем, что юридические инвестиции защищены, весь вопрос, защищены ли они физически, то есть есть ли шанс потерять деньги. Конечно, есть. Это венчурный проект. И что может произойти завтра, там, никто не знает. Вот мы начали задавать вопросы по Литве, пришли в Литву, неожиданно началась русофобия, и президент страны потребовал уйти из страны. Ну что, могли это предположить, когда туда заходили? Конечно, нет. Завтра, что может произойти в нашем мире? Все, что угодно. Но мы говорим о том, что мы создали такую систему, которая максимально защищает тех, кто сегодня пришел. И самое главное, что все инвестиции, которые идут, мы создали, что они идут именно в строительство. Здесь я могу сказать, что это наш контроль. Это не то, что нам говорят, а где гарантия, что вы отдаете деньги, а Юницкий. Вот для этого у нас есть система контроля, финансового контроля. Мы сами смотрим, потому что мы заинтересованы, чтобы каждая копейка, в том числе и наша, мы все довольно-таки крупные акционеры. Ну, Диана, вообще, наверное, там, один из самых крупных акционеров за 15 лет. У меня много чего там накапало, понимаете? Поэтому я крайне заинтересован, чтобы каждая копейка, которая пришла, она шла в полигон, в строительство, в демонстрацию, потому что это мои деньги. Здесь у нас полное понимание, а Юницкий понимает, и финансовая служба понимает, что единственное, чем они могут перед нами отчитаться, это строительство. Всем остальным документы купили, сделали, это не отчет. Единственный отчет и неповторимый. Помните, единственный свидетель это ФОКС. Так вот у нас единственный сегодня отчет, это строительство. Поэтому, когда мы едем на закладку первого камня, мы все показываем, чертежи. В октябре в обязательном порядке будет большая делегация, и мы будем все, кто выполняет определенные условия, то есть активные наши, скажем так, участники проекта, обязательно всех позавшим, чтобы вы поучаствовали в этой работе, именно в установке первой опоры, потому что это тоже знаковое событие. Просто одно дело закладывать первый камень, другое дело устанавливать первую опору. Вот я могу сказать, я это уже проходил, я ее уже устанавливал. Я шампанское об нее разбивал, я ее целовал, я вокруг нее хоромат доводил, так что все было, так сказать. Я первую опору видел, и если вы знали, как я ее любил, так сказать. Вот сейчас будет вторая любовь в моей жизни, понимаете. И мы как раз всех призываем к тому, чтобы участвовали в этом проекте, смотрели, потом будут натягиваться струны, вы будете смотреть, потом будут запускать, это очень важный вопрос. Смотрите, идея возникла таким образом. Мы с Андреем Ховратом разговариваем по скайпу, в это время идет интервью Путина и Трутнева о том, что хотим дать гектар земли. Я говорю, Андрей, это для нас. Мы берем землю, строим линейный город, запускаем. Я пришел через какое-то время в администрацию президента, у меня там просто работают мои ученики, которые выросли уже на скайвей. Я спрашиваю, сколько у вас заявок на землю после интервью? Они говорят, ну, ноль. Никто не понял. Нет, ну просто никто не понимает, ну, прокукарекали, что-то сказали, о чем речь, никто просто, все поняли, что что-то началось. Потом мы прошло интервью, видели Бриллева с Трутневым, когда там, ну, много чего говорили, но никто не понимает, о чем речь. Здравый человек понимает, что, если вам дают ограничение 10 километров от мегаполис, от любого города, то есть, если от Миллионника, то 50 километров, если от Благовещенска, 10 километров. Я задаю вопрос, вы когда-нибудь 10 километров от Благовещенска были, ну, там вообще ничего нет, просто вообще ничего. Вот вам говорят, вот там, где ничего нет, вам дают один гектар. Что вы с ним будете делать? Ничего. Можно взять зону, можно гектар в 10 километров. Что вы с ним будете делать? Я уж не говорю о такой город, как Тыва, там, или еще какой-нибудь, так сказать. О чем речь? Вот. Я им говорю, ребята, я вам сейчас могу дать сразу 20 тысяч заявок. Они говорят, нет, этого не бывает. Ну, кто сейчас возьмет это? Мы сделали запрос, анкету, говорят, ребята, кто хочет под наш линейный город, где мы будем построить, задать, вот, все, мы получили 20 тысяч заявок, я прихожу, ребят, вот вам 20 тысяч заявок. «Хотите, завтра в письменном виде вам все пришлют». Они говорят, не, 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 не надо. Потому что по закону они должны отвечать. И второй вопрос, если они прокукарекали, на это надо как-то делать. Они говорят, нет, давай, сейчас выйдет закон, все как бы сделаем, все. Поэтому мы говорим, хорошо, ребята, мы подождем. Но второй вопрос, мы договорились через потребительское общество о том, что ряд губернаторов, в частности в Тыве, они будут даже без этого закона, потребительское общество, давать нам землю как территорию опережающего развития. Потому что я тоже общаюсь с губернатором Красноярского края, это давний-давний мой знакомый, еще с тех пор, как он был мэром Новосибирска. Так вот, я ему говорю, что, Виктор Александрович, если мы у вас попросим 100 тысяч гектар земли в 500 километрах от ближайшей дороги, и мы говорим, что мы на этой дороге, мы на этой земле сделаем Айзис, территорию опережающего развития, и земля будет стоить дороже, чем в Москве. Я говорю, но если не сделаем, через 5 лет заберешь обратно. На таких условиях дашь землю? Он говорит, там ничего нет, ни месторождения, ни золота. Я говорю, вообще ничего нет. Тайга. Он говорит, да забирайте. И сейчас, это когда еще не было закона. На прошлой неделе у нас правительство просто, они говорят, ребята, как Труднев обещал, как президент сказал, регистрацию через интернет в течение 10 минут, пожалуйста, вы входите, делайте, получайте землю. Как я уже говорил, мы сразу же сейчас сделаем заявку на несколько участок земли, мы знаем, что там будет проходить. Там будет проходить линейный город, который будет транспортировать воду в Китай или в Индию. Они этого пока не знают. Они очень будут удивляться, зачем нам нужна земля там в определенных участках. А мы вам объясняем, как акционерам. Друзья, мы берем землю, на этой земле мы строим трассу, по этой трассе мы повезем воду, допустим, в Серебряных озер, в Шанхай, будем возить хотя бы миллиард тонн воды. Это будет компания, капитализация которой будет примерно все нефтяные компании вместе взят. Как вы думаете, мы как акционеры от этого что-то заработаем? А садик без воды не останется? Так, по воде сразу, чтобы вы понимали, вода берется только та, которая сбрасывается, та, которая выбегает из озер. То есть нет, если Байкал, Серебряные озера, они сбрасывают, и мы будем брать, сбрасываем воду, то она никуда не... Если бы мы брали воду, которая впадает, тогда да, мы могли нарушить экологию. А воду, которая выбегает, она... То есть другое дело, что нельзя брать больше 3-4% под сбрасываемой воды, тогда мы можем нарушить экологию. Да? Ламбуза берет. Мы в личном кабинете обязательно дадим форму, и вы эту форму, вы зайдете обязательно в личный кабинет, подпишите заявление, и мы уже... Там будет вся юридическая форма, мы ее согласуем с правительством, потому что нам надо дождаться от них формы, они же нам не дали, как оформлять. Мы все это согласуем, и после этого мы централизованно, через личный кабинет, все сделаем и проведем. По тому закону, да. Но то, что мы будем делать за вас, это будет делать потребительское общество. Мы за вас построим дорогу, вы потом можете... Вы можете там, в принципе, поселиться потом, а можете ее продать, а можете поменять, да, так сказать... Нет, там же... Вот жилья, там не стоит закон, что надо стоит жилье. Надо самое главное, чтобы на этой земле велась экономическая деятельность. То есть по закону. А экономическая деятельность, там будет трасса, по которой будет возиться вода. Поэтому... Поэтому... Это просто сегодня я могу сказать, что государство вам дает актив, который через какое-то время будет стоить очень дорого. Просто сегодня этого никто не понимает. И кто возьмет тоже гектар земли, ну, в 100 километрах от нашей трассы, эта земля вечно будет стоить ноль. Вечно. Потому что второй трассы там уже никто не построит. А я вам могу сказать, что трасса, которая будет идти через горы или через тайгу в Пере, в 10 километрах от нее земля будет стоить ноль. Причем всегда. Понимаете? Так что здесь логика о том, что капитализирует только тот, кто придет в проект, кто землю получит там, где пойдет трасса. Потому что если он землю получит там, где трасса не пойдет, она не капитализируется никогда. А я бы думала, что трассы у нас не такое простое. Зачем это нужно государству давать гектар земли? Чтобы собирать налог? В конечном итоге да. И будет платить налог, да? В конечном итоге да. В конечном итоге да. Вы хотите сказать, будем ли мы платить налоги с этой земли? Нет, нет. Я не говорю, кто берет гектара без собственных, кто-то платит деньги. Это само собой. Через пять лет. И что? А какое налоговое законодательство у нас такое? У нас налоги пишет. Пока эта земля не введена в экономический оборот, и пока вы ее не продаете, вы с ней ничего не платите. А если, когда, там будет построена трасса, и эта земля будет стоить примерно как гектар на Красной площади, и вы решите ее продать за несколько миллионов долларов, и вам скажут, а вы с этого должны заплатить 40% налогов, но я могу сказать, дай бог нам дожить до этих проблем. Это налог на имущество? Нет, пока не продается и не делается, никто платить с этого не будет. То есть мы берем, и ничего за это не платим? И ничего за это не платим. Пять лет. Почему фантастик? В Соединенных Штатах в 1800, там после Гражданской войны, раздавали по 63 гектара на человек. И весь, кто приходил, говорил, я хочу брать землю, они говорят, пожалуйста, бери. Весь Дикий Запад раздали с одним условием. Должен на ней работать. Таким образом они заселили и запустили землю в оборот. Будем ее осваивать. Мы знаем почему, мы знаем как, потому что у нас есть технология, у меня стоит вопрос, а как они собираются без технологий? Я не представляю. То есть они затеяли эту вещь, не зная о нашей технологии. Но с другой стороны, это значит в нужное время, в нужном месте. То есть они сделали это для нас, сами не понимая, чего делали. Потому что они еще не знают о SkyWay. И слава богу, что когда они сделают, они скажут, ну так же и должно быть. Самое главное, что придется согласиться. Мы когда будем писать заявление, мы будем просто писать SkyWay? Нет, давайте, там вся форма юридическая, мы все... Я про проекты, мы же не будем их выбирать сами. Нет, это мы будем вам предлагать. Мы вам будем предлагать согласиться. Хотите ли вы взять гектар земли на границе Тывы и Костоявского града? Вы напишите, хочу взять гектар земли вот с такими-то координатами. А можно их предлагать? Нет, вариантов не будет. Да. А Денис? Так, давайте еще тогда вопросы. А Денис? Нет, сейчас по закону один гектар в одни руки. Если у вас в семье 5 человек, значит, вы должны заявиться 5 человек на гектар земли. Это по закону. Соответственно, у нас будет так же дублироваться. Если у вас 5 членов семьи, значит, должно быть 5 человек зарегистрировано в потребительском обществе и на 5 человек, потому что там выделяется индивидуальный реестровый номер на гектар. Поэтому мы это будем делать так. А мы все будем привязываться только к закону. Поэтому, как они в законе пропишут, пока они говорят один гектар в одни руки. И только для россиян. То есть, нет для жителей. Соответственно, мы обещаем, как потребительское общество, всем землю. Поэтому не россиянам мы будем давать только через ту землю, которую будут давать губернаторы дополнительные. А семья совместное проживание? Или, допустим, создать двух месяцев? Ой, слушайте, давайте закон дождемся. Его никто не видел еще в природе. Вы говорите, вот как они пропишут, может, они за это время еще 10 раз передумают. Пока, то есть, котятки. Значит, пока кто с вами не дает. Ну что, Григорий Михайлович, давайте у нас 2 минуты до окончания. Тогда что? Ну, прежде всего, наверное, поблагодарим Сергея Анатольевича. Не то, что полезная информация, ребята, это не презентация, не что-то еще. Сергей Анатольевич, можете присаживаться. Спасибо. Можете присаживаться. Да, уже вторые сутки практически на ногах и на все.